Дорогие друзья, добрый день, дорогие любители истории. Сегодня поговорим с вами о, наверное, самой скандализированной теме. Это личная жизнь Екатерины Второй и фавориты Екатерины. Вообще образ шальной императрицы, такой гулящей, пережил Екатерину и стал элементом исторического фольклора. Этот штамп живет собственной жизнью, мы не будем углубляться в его изучение. Екатерина всей своей жизнью нарушила огромное количество табу. Начнем с того, что она обычно сама выбирала себе мужчин. И, по крайней мере, сама делала первый шаг. Это и сейчас кажется удивительным. А в те времена, в XVIII веке, ну, вспомните письмо Татьяны Онегину, когда девушка сама делает первый шаг мужчине, объясняется ему в любви. Это же скандал. Скандал невероятный. Во-вторых, конечно, все, что можно простить мужчине, тяжело простить женщине. Посмотрим на фаворитов французских королей. Сколько у них там было фаворитов? Кто их там считал во времена Галантного века? Да, пожалуйста. Это вообще была характерная черта того времени. Во Франции даже был такой официальный термин. Как называлось? Официальная фаворитка короля. Практически титул. Такая была знаменитая маркиза де Помпадур. Бывали, кстати, случаи похлеще. Например, знакомый нам по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» Герцог Бекинга. Он не просто был первым министром. Он был и лучшим другом, причем иногда говорят, что даже больше, чем просто другом, короля Якова. Чем не фаворит? Ну, мужчине можно. Когда фавориты у женщины, у императрицы, у правительницы, конечно, мужчинам обидно. Они ищут в этом такую эротическую подоплеку. И, конечно, раздувание всех этих сексуальных историй вокруг фаворитизма. Ну, я бы сказал, что такой способ психологической компенсации мужчины. Ему вообще обидно, что женщина им правит, управляет. Екатерина управляла на протяжении 34 лет. Причем к власти пришла уже в зрелом, сознательном 33-летнем возрасте. Ну, поэтому хочется как-то уязвить. Ну, вот мы и уязвим. Ну, и, наконец, против Екатерины в части обвинения в фаворитизме избыточном и любвеобильности, как ни странно, сказалась ее демократичность. Екатерина была поразительно обходительным и доступным монархом. Не только с ближним кругом. У нее был круг общения невероятный. Она могла разговаривать на равных, интересоваться личной жизнью. Поваров, истопников, слух, лакеев, челяди дворовой. Она помнила зачастую, как кого зовут. Не забывала делать им маленькие подарки. Была очень снисходительна к ним. И множество воспоминаний описывает поразительные истории, когда у Екатерины было, по-моему, два сменных шеф-повара. Один из которых готовил хорошо, а второй готовил не очень хорошо и плохо. И работали они как-то там понедельно примерно. И много раз ей говорили, слушайте, ну, смените вы этого повара, он плохо готовит. А что Екатерина с улыбкой говорила? Ничего, мы постимся. У него зато большая семья, как он останется без работы. Вот мы эту неделю пострадаем, зато на следующей насладимся вкусными явствами. За это ее очень любили все. Но ее доступность тут же породила огромное количество слухов о том, что это не просто там лакей заглядывает ей за портьеру, и она его не прогоняет, не казнит, ссылку не отправляет. Там между ними какая-то симпатия проглядывается. Что, конечно, совершенно неправда. Кстати, Екатерина, обращаю ваше внимание, постоянно общаясь с людьми самых разных классов, и в этом проявляется и удивительная интуиция и талант, она научилась настоящему, разговорному, искреннему русскому языку. Вообще немка Екатерина, начавшая изучать русский язык лет в 15, будет говорить по-русски намного лучше, чем многие природные русаки в ее окружении, которые предпочитали во дворце говорить по-французски, по-немецки, как угодно, только не по-русски. Призайте в основном говорили по-французски в преддворении. Екатерина говорила по-русски. Русский она учила как раз у Челяди, общалась с ними постоянно на народном языке, и от этого и знания поговорок, народных оборотов, шуточек, каких-то там легких полуанекдотов, любовь к ее к уменьшительным суффиксам, кстати, и в переписке, и в произведениях ее это проглядывает. Это все знания и чувства Екатерины народного живого языка. В этом отношении она так похоже на Пушкина. Пушкину няню учил русский язык, вот Екатерина учила у своих слуг. Так вот, возвращаясь к теме фаворитов. Кстати, я сразу оговорюсь, у нас почему-то считается, что фаворитизм – это неотъемлемая черта монархии. Мол, выборная система, конституционная, свободные выборы и так далее, исключает фаворитизм, исключает попадание друзей детства и прочих однокурсников, одноклассников, товарищей по двору, ближний круг общения. Тогда будет там при демократии всегда верховенство закона, в этом преимущество ее перед монархией. Вы смеетесь над тем, что я говорю, да? Я тоже смеюсь. Ха-ха-ха. Реальную жизнь мы с вами знаем, и я не говорю о России. В любой стране, в любом государстве всегда так. Так что фаворитизм и монархия, поверьте, никак друг с другом не связаны. Ну, это все, если правитель мужчина. Значит, если правитель женщина, конечно, вот эта особенно постельная тематика придает этому некие оттенки скандальности. В этом отношении первым известным фаворитом нашей истории можно назвать Василия Голицына, сподвижника царевны Софии, образованнейшего человека своего времени, многое пытался сделать для России. Так получилось, что вместе с Софией он отправился в безвестность. Ну, кстати, сказать некоторыми учеными, несмотря на их очень близкую, интимную буквально переписку, особенно по тем временам, многими учеными факт интимной близости между царевной Софией и Василием Голицыным ставится под вопрос. Мы не будем это сейчас обсуждать. Факт такой, что была царевна, правительница, был уже в России при ней фаворит. Ну, у Анны Иоанновны, мы с вами об этом говорили, был официальный фаворит Бирон. Далее Анна Леопольдовна, которую путают с Анной Иоанновной, либо вообще не знают, кто это такая, но тем не менее, была при троне у нас. И хотя она правила чуть больше года, тоже имела своего фаворита, саксонского посланника Морица Ленара. Я сказал, что она была при троне, потому что Анна Леопольдовна была регеншей при сыне, младенце Иоанне VI. А ее муж, кстати, все это было при ее муже, который жил из Драстов, при этом был одним из первых генералиссимусов России, Антон Ульрих Брауншвейский. Ничего такого он для России не сделал, так что это был такой, не настоящий генералиссимус. У веселой императрицы Елизавет фаворитов тоже хватало. Мы знаем из них двух известных. Это Алексей Разумовский, возможно, ее гражданский муж. Ну, и умница Иван Шувалов, о котором мы тоже подробно рассказывали. Ну, мелькают в воспоминаниях и другие фамилии, поменьше, чем у Екатерины. Тоже девушка, скажем так, не монахиней была. Ну, а вот уже при Екатерине II фаворитизм становится, после смерти ее супруга, особенно становится, по сути, почти государственным учреждением. Что бы я здесь хотел отметить? Первое. Не ждите, что здесь у нас рассказ пойдет в духе «Секс и на сити». Ничего подобного. Поверьте, по нынешним меркам, по меркам сегодняшней расслабленной морали, ничего такого у Екатерины не было. И вела она себя на протяжении всей своей жизни весьма и весьма целомудренно. Историки путаются в цифрах, потому что, вы понимаете, фавориты не назначались императорскими указами, но в целом за всю ее жизнь можно насчитать достоверно примерно 12 фаворитов. 12-я прожила Екатерина 67 лет. Посчитайте. Причем, например, с Григорьевым Орловым у нее были очень длительные и абсолютно моногамные отношения. Ну, опять же, то, что мы прощаем Петру I, вот Петр I в нашем понимании, что у него была какая-то боевая подруга Екатерина, он от нее отвлекался исключительно на борьбу с Карлом и турками, возвращался к Катеринушке домой и был примерным императором, большой семьей. На самом деле, все, что было не так, мы знаем, что число любовниц Петра I не поддается исчислению. Все это общеизвестно. Но Петру это простительно, он же мужчина. А вот когда мы говорим о женщине, то сразу скатываемся в какой-то, значит, стиль софт-порно. Откуда пошла вся история с фаворитизмом? Источником ее является, как ни странно, по сути, одно единственное сочинение французского деятеля с характерной фамилией Массон, значит, его звали Шарль Массон, который издал брошюру, где в деталях смаковал все слухи, разговоры об оргиях, которые устраивает престарелая императрица у себя в Зимнем дворце, причем смаковал под таким соусом, мол, в то время как русские солдаты гибнут на фронтах со шведами, поляками и турками, бессовестная и безнравственная старуха Екатерина устраивает древнеримские оргии у себя во дворце. Но как мы видим с поляками, турками и шведами, то есть французский деятель детально и скрупулезно перечислил всех союзников Франции, с которыми воевала в этот момент Россия, а Франция была нашим на тот момент главным геополитическим конкурентом. Если бы сейчас, а мы говорили о сочинении Шарля Массона, мы бы сказали по-простому, ну, это элемент информационной войны, это совершенно очевидно. Что же было на самом деле? Первая из известных нам любовников, будущая еще императрица, Сергея Салтыков, 28 лет, он старше Екатерины, лучший друг ее законного супруга Петра, будущего императора Петра III. Екатерина молодая, Салтыков красивый, статный, знатный, невеликий интеллектуал. Были слухи о том, что он может быть отец Павла I, но слухи эти несправедливые, поэтому оно довольно быстро сходит со сцены. В течение двух лет после рождения Павла данные о новых возлюбленных Екатерины в источниках полностью отсутствуют. И в 1756 году, она еще княжна, в ее жизни появляется молодой красавец, польский аристократ Станислав Понятовский. Примерно ее ровесник на тот момент. Кстати сказать, роман с Понятовским был совсем в духе галантного века, открытым, страстным, с перепиской. Если Павел I с вероятностью 99-99%, конечно, сын Петра III, то вот второй ребенок Екатерины, Анна, она, к сожалению, умерла во младенчестве, с высокой долей вероятностью могла быть дочерью Понятовского. По крайней мере, Петр III считал именно так. Она сделает своему возлюбленному царский подарок, в будущем продвинет его, как бы сейчас сказали, на должность короля Польши. Полный титул Понятовского будет звучать «Божией милостью и волей народа, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайцкий, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее, прочее». Но титул короля Польши, как мы понимаем, это одновременно и констатация имеющегося, и воспоминания о далеком прошлом, и надежды на некое светлое будущее. Поэтому, когда мы с вами вздыхаем каждый раз, когда смотрим на карту Российской империи, говорим «Господи, какую же страну мы потеряли?» Представьте, что себя испытывают польские патриоты, а им как тяжело. Прочитайте титул. В общем, Понятовский был единственным иностранцем, кстати, среди всех любовников немки Екатерины. Все остальные были природными русаками или малорусами. Пару слов о посмертной судьбе Понятовского. Я напомню, что похоронен он был в Петербурге, в храме святой Екатерины. Однако, спустя почти 150 лет, в 1938 году, Польша обратилась к руководству Советского Союза с просьбой передать ей останки Понятовского. Руководство СССР ответило согласием. Прах короля был вывезен в Польшу и захоронен в 35 километрах от Бреста, там, где ранее находилось родовое поместье Понятовских. Это территория Западной Белоруссии, которая по итогам Второй мировой войны вернулась в состав СССР. Польское правительство неугомонное снова обратилось, теперь уже, к Горбачеву с просьбой опять перезахоронить прах Понятовского, на этот раз в Варшаве. И снова советская сторона ответила согласием. Так что вот с тех пор прах Станислава Понятовского находится в храме в Варшаве. Ну, а тогда Понятовский в силу ряда политических обстоятельств был вынужден покинуть Екатерину, и она осталась одна. И через некоторое время встретила одного из двух, я бы сказал, главных мужчин в своей жизни. Красавца, героя, рубаху парня Григория Орлова. Собственно, само время Орловых, ее даже называли эпохой Орловых, она была очень короткой. С 1762 года по 1775. Это время, пока Григорий Орлов был первым главным фаворитом императрицы. Ну, и несколько лет после этого они еще продолжали играть важную роль в общественно-политической жизни империи. Это примерно получается 12 лет всего-навсего. Итак, Орловых братьев было пять. Иван, старший, Григорий, самый знаменитый, Алексей, Федор и Владимир. Дети генерала, впоследствии новгородского генерала-губернатора Григория Ивановича Орлова. Фигура тоже, кстати сказать, колоритная. Родился еще в допетровские времена, где-то на территории, которая впоследствии вошла в состав Тверской губернии после ее образования. Сейчас мы, это Тверская область. Вот его отец, то есть дед братьев Орловых, Иван Иванович Орлов, тоже служил при дворе, имел придворное звание Стряпчево. Это в неофициальной петровской классификации чинов, условно, шестой уровень придворных должностей. Значит, не надо думать, что для Петровской России все было очень тускло и неорганизовано. Да, Петр систематизировал гражданские военные чины и ввел так называемую табель о рангах, которая с небольшими новшествами и дополнениями существовала вплоть до революции. Вот по этой табеле было 14 рангов, от самого младшего до самого старшего. Звания были воинские, гражданские и придворные. И была установлена система соответствия, она иногда чуть-чуть менялась, система соответствия придворного, гражданского и воинского чинов и званий. Это было удобно с карьерной точки зрения, с точки зрения сопоставления, продвижения людей как бы снизу, вверх, по способностям, по заслугам. Такова была идея Петра. Но до Петра нечто подобное тоже этому было. Было 9 уровней придворных должностей. Бояре, окольничие, думные диаки, думные дворяне, стольничие, ну и так далее. Вот дед Орловых был стряпчем. Про него есть легенда, которая каким-то образом попала к Пушкину. И тот ее растиражировал, что якобы дед Орловых участвовал в стрелецком бунте, якобы был приговорен к смерти, уже взошел на плаху, там чуть ли не столкнулся по дороге с самим государем Петром Алексеевичем. И сказав ему гордо, «Государь, посторонись, пусти меня на помост, тут мое место», своим бесстрашием так поразил царя, что он его простил и даже к себе как-то приблизил. В общем, легенда очень красивая, наверное, придумана была при Орловых, потому что, как выяснили потом ученые, дед этот умер еще в 1693 году, то есть задолго до помянутого стрелецкого бунта. Отец Орловых типичный, служил и дворянину, офицер, участвовал в азовских походах, в Северной войне, отличился в боях, дослужился до полковника, и уже после Анны Иоанновны вышел в отставку. Тогда было принято, что при хороших служебных успехах и отсутствии нареканий, человека в отставку отправляли с автоматическим повышением в чине. Вот он служил полковником, а в отставку ушел в звание генерал-майора. Потом он перешел на гражданскую службу, как я сказал, уже стал губернатором, и получил чин, соответствующий чину генерал-майора, это действительно статский советник. Тут я обращаю внимание поклонников Ираста Петровича Фондорина, помните, там есть такая интересная повесть, статский советник. Вот Ираста Петрович тоже был статским советником уже в конце XIX века, но к тому моменту система немного поменялась. И тогда статский советник был не генерал, тогда статский советник был, в сравнении с воинской службой, был примерно армейский полковник, или чуть старше армейского полковника. В XVIII веке статский советник — это генеральское. В соответствии, вершина карьеры у него к моменту восхождения на престол Елизаветы, дочери Петра, это новгородский губернатор. Мать Орловых — Лукерия Зиновьева. Зиновьевы — старинный русский дворянский род. Помните Каменева и Зиновьева? Почти выдали план большевистского восстания накануне октября 1917 года. Так вот, Каменев и Зиновьев, они, конечно, не Каменев и Зиновьев. Кому интересно, Каменев на самом деле Розенфельд, Зиновьев — Герш Аронович Апфельбаум. Ну, ничего плохого, они из Украины, из местечка, и тяжело было с еврейскими фамилиями тогда продвинуться, поэтому они взяли твердые, хорошие псевдонимы, а товарищ Апфельбаум, он вообще взял старинную дворянскую фамилию, Зиновьевы, не менее прославленную, чем фамилия, ну, тех же Орловых. Братья Орловы были очень поздними детьми. Дело в том, что разница в возрасте между родителями была 25 лет. Это поздние дети для отца. Кстати, у Потемкина, помните, я рассказывал, у Потемкина больше 30 лет была разница между родителями. Брак, несмотря на такую разницу, вопреки всем предубеждениям, был очень счастливым. Братьев родилось много. По некоторым источникам Орловых было аж 9. Одни мальчики рождались. Детская смертность тогда была высокой, и, к сожалению, она не щадила ни царских детей, ни дворянских, ни крестьянских. До взрослого возраста дожило пятеро братьев Орловых, что по тем временам выдающийся результат, 5 из 9. Генетика была у них очень хорошая. По уровню достатка Орловы — это типичный среднедворянский класс. Так же, как, кстати, и Потемкина. Семья была крепкая, дружная и, в хорошем смысле, слово патриархальная. Эталон для поклонников домостроя. Домостроя, кстати, сказать, это не что-то плохое. Домостроя — это одна из первых нравоучительных и полезных для ведения домашнего хозяйства книг на Руси для домашнего чтения, содержащая массу всякой полезной информации от того, как правильно обращаться с женой и с невестой, и заканчивая тем, как правильно заниматься домашним хозяйством, уборкой, соленьями и всякого рода домашним бытом. Вот такая твердая домостроевская семья. Отец был строг, но справедлив, склок и ссор не допускал, братьев с измельства приучал к взаимовыручке. Результат — братья всю свою жизнь любили себя сравнивать, они как пять пальцев, сжатых в кулак. Это еще не раз, а потом по жизни пригодится. До самой смерти они сохраняли близкие родственные отношения, всегда имели общий кошелек, не делили имение отцовское, это большая редкость, у них все было общее. Все настоящие русские богатыри, высокие, статные, красивые, славились физической силой. С детства отец сделал упор на две дисциплины воспитания. Первая — физкультура, много занимались спортом, игры на открытом воздухе, и вторая — воинская подготовка. Что касается образования, с образованием была проблема, это было типичное дворянское домашнее образование. Потемкин-то исключение, мы об этом говорили, университеты всякие, это не для дворян. Поэтому братья Орловы науками особо не занимались, но люди были в целом грамотные. Путевку в жизнь все, кроме самого младшего брата, получили одинаковую через службу в гвардии. Трое из них в отрочстве прошли через первое военное училище в Российской империи. Это сухопутный шлихетский кадетский корпус, созданный еще при Анне Иоанновне. Шлихетский — это дворянский. Самоназвание дворянства было шлихетское, мода на польские слова. То есть сухопутный дворянский кадетский корпус. Что это такое? Туда принимали мальчиков по нынешним временам школьного возраста, начиная с 13 лет. Дети тогда раньше возрослели. 13 лет — это взрослый уже подросток, не тинейджер никакой. И заканчивали они обычно где-то лет 18-19, в зависимости от того, в каком возрасте поступали. И сразу получали офицерский чин в армию либо в гвардию. Кстати сказать, в шлихетском корпусе также давали и гражданские дисциплины. Математика, геометрия, закон Божий, базовые основы права, юриспреденции, история. Поэтому после шлихетского корпуса можно было получить гражданский чин и пойти на службу в коллегию, как бы сейчас сказали, в министерстве ведомства, на гражданскую службу. В нашем понимании шлихетский корпус — это старшая школа, Суворовское училище. В понимании того времени, конечно, это военное училище и первые курсы института университета. По окончании шлихетского корпуса, отслужив какое-то время в войсках, 24-летний Гриша Орлов и совсем еще молодой 18-летний Федор участвует в 7-летней войне с Пруссией. При этом Григорий отличился во время битвы при Церундорфе. Он входил в состав известного обсервационного корпуса, спецвоинская часть, вооруженная шуаловскими единорогами, отдельная история про нем, чтобы как-нибудь рассказать. Есть много иронических замечаний по поводу реальной боевой готовности этого шуаловского спецкорпуса. Ну, так либо иначе, Григорий воевал храбро, в сражении был трижды ранен, поле боя не покинул, завоевал репутацию храброго офицера. И вот после лечения его переводят в Петербург, где рослый, статный, герой войны, склонный к утяжам, рискованным похождениям, быстро приобретает репутацию «Драчуна», «Забияки», «Бабника» и «Кутилы». То есть идеальная репутация для молодого гвардейского офицера в Петербурге. Он становится главным участником всех регулярных гвардейских попоек, многочисленных романтических приключений, кутежей, игр, бильярд. Бильярд — очень популярная игра тогда среди молодого дворянства. Карты и так далее. По поводу попоек сразу хочу сказать. Вообще, вопреки мифологии, в те времена на Руси пили мало. Пьянство — это проблема, возникшая у нас в таком масштабе уже в 20 веке, и даже более всего после Великой Отечественной войны. Но гвардия это не касалась. Гвардии были свои нравы. Поскольку среди гвардейцев преобладали совсем молодые люди, где-то 20+. Плюс среди них было много тех, кто реально повоевал на полях Семилетней войны. Представьте себе молодые ветераны. Пили, гуляли много, практически на показ. Была такая поговорка в те времена. Гвардейцы, Ее Величество, не боятся вин количества. Это было непременной частью их времяпровождения. Даже популярна была такая история, называлась «Гвардейский тычок». Посмотрите, кому любопытно. Штовчик, 100 грамм водки. Водка была слабее, чем сейчас. Но все же 100 грамм. Должна была охладиться до ледяного состояния абсолютно и потом без закуски быть выпита залпом. Почему-то считалось, что если такая ледяная промороженная водка сразу куда-то упадет туда вниз, то ты получал такой тычок резкий, бодрящий. Гвардейцы похвалились, кто больше раз тыкнется, кто раз, кто два, кто пять, и на ногах еще после этого устоит. Орлов был среди них. Гвардейская жизнь была дорога, денег братьям постоянно не хватало, поскольку они их просаживали в кабаках и бильярдных. И, кстати, за деньги, на призы, постоянно участвовали в кулачных боях. Ребята были крепкие. Вот именно тогда Грише Орловым, известным дон Жуаном и красавцем заинтересовалась великая княгиня Екатерина Алексеевна. Говорят, что в качестве сводницы поработала ее ближайшая подруга Прасковья Брюс, родная сестра легендарного фельдмаршала будущего Петра Румянцева. К этому моменту отношения между Екатериной и ее законным супругом Петром III были ниже нуля, и девушка была одинока. Ну а тут такой интересный кадр и плюс ко всему очень популярна в Гвардии, поэтому личное совпадало с общественным. Через него и через его братьев она завела большое влияние в гвардейских полках. От Григория не отставал средний брат Алексей. Такой же баламут, дуэлянт, бабник и безобразник. Кстати, физически Алексей Орлов был еще крепче, чем Григорий. Он манерами не отличался, жутко ругался, сморкался в два пальца, чавкал за столом, о его бескультуре ходили легенды. И мне, честно говоря, кажется, что на показ был таким разболтанным молодым человеком. Дамы закрывали лицо, краснели в носовой платок, а Алексей гулко хохотал и продолжал также дерзить в обществе. В возрасте 20 лет у Алексея Орлова случилась известная пьяная драка. Тут дальше есть две версии этой истории. Одна из них, по версии Пушкина, цитирую, причиной которого было вино, бильярд и девки, что еще могло быть причиной, где-то в трактире он сцепился с другим гвардейцем по фамилии Шванвич. Шванвич служил в грядодерской роте преображенского полка, то есть фактически в личной охране императрицы Елизаветы. Тоже богатырь и мог легко тягаться один на один с любым из Орловых. Что там у них произошло в трактире, из-за чего, непонятно. И далее, по первой главной версии, они вышли из трактира, стали махать кулаками и оружием, и Шванвич, будучи мертвецки пьяным, выхватил шпагу и как-то так неудачно ей макнул, что рассек Орлова буквально половину лица. На всю жизнь у Алексея Орлова остался страшный рубленный шрам, который довольно некрасиво зажил от щеки сверху вниз. Удар не стал смертельным, еще раз только потому, что рука у Шванвича дрожала. Кстати сказать, Орлов не пытался после этого обидчику отомстить никоим образом. Тоже, видимо, чувствовал себя в чем-то виноватым. Есть другая версия этой истории, более жесткая, что они тогда повзорили в трактире, договорились о дуэли, вышли биться на шпагах. Тут Орлова кто-то окликнул, Орлов обернулся на окрик, и в этот самый момент Шванвич и ударил его шпагой по щеке. Это было грубым нарушением дуэльного кодекса. Нельзя ни в коем случае атаковать соперника, если он отвлекся. Теперь вспомним пушкинскую капитанскую дочку. Дуэль Петруша Гринева со Швабриным, похожая фамилия. Там Петруша Гринева отвлекает, по-моему, Маша криком, Петруша отворачивается, и Швабрин, мерзавец, бьет его шпагой и ранит. Пушкин знал эту историю, он ее видоизменил и превратил Шванчича в Швабрина. Но самое интересное следующее. Сын этого гвардейца был одним из немногих офицеров, которые перешли на сторону Пугачева. Представляете, как соединились эти две истории. Он перешел на сторону Пугачева, потом был взят в плен, его не казнили, его подвергли гражданской казни, ломали шпагу, навечно сослали куда-то в глушь. Но самое страшное наказание для офицера-дворянина, изменившего императрицы, был отказ в общении. С этого момента с ним запрещено было кому-либо разговаривать из благородного сословия. Он прожил этот Шванчичу долгую-долгую жизнь. По-моему, скончался где-то во времена Александра I, имея возможность общаться только со слугами и крестьянами. И один человек равный ему ни разу не разговаривал. Так вот, именно Алексей, по мнению многих историков, и стал мозгом заговора против Петра III. Как писал один из участников переворота Федор Хитрово, «Гриша был глуп, а более всего делает Алексей. Он великий плут и всему тому делу причиной». Старший из братьев Иван тоже окончил кадетский корпус, тоже служил в преображенском полку, ну, как служил, числился. Сразу после смерти отца он, как старший, взял на себе все заботы по управлению неразделенным имением Орловых. К тому времени там подрастал и младший брат Владимир, он тоже воспитывался в доме старшего Ивана. Интересно, что, несмотря на буйный нрав в присутствии старшего брата, до конца жизни все братья были кратки, как овечки. Они не смели первыми садиться за стол, пока не сядет старший. В письмах целовали ему руки, обращались к нему, как к отцу. Он был им в отца место. Наконец, третий брат Федор, как и все Орловы, тоже статный красавец, тоже гвардеец. Отличался такой немного женственной красотой, утонченными чертами лица и модной в те времена аристократической белизной. Поэтому, когда Елизавета устраивала свои знаменитые мошкерады с переодеванием, мужчины одевались придворными дамами, а дамы — мужчинами, самой красивой девушкой на этих мошкерадах по традиции был именно Федор Орлов, которого легко, по его утонченным чертам лица и белизне, можно было принять за девушку. Братья звали его Душкой. Мы подробно говорили о том, как Екатерина пришла к власти, я добавлю еще лишь несколько характерных штрихов. Вообще, этот переворот можно было бы смело назвать революцией имени братьев Орловых. Потому что все, что с ним связано, конечно, несет печать удалей и бесшабашности. Все это делалось как-то слету с колес в каком-то безумном кураже импровизации. Честно говоря, так планировать военный мятеж можно только по молодости в состоянии алкогольного опьянения. Ну, во-первых, про отношения Екатерины с Григорием Орловым знал весь Петербург. И если бы государь Петр Третий не отличался редкостной беспечностью, то весь этот заговор можно было в зародуши затушить в два счета. Заговорщикам постоянно не хватало денег. Их-то было не так много. Надо было вывести армию, вывести хотя бы гвардейские полки в поддержку. Мятешница Екатерина. Ну, каким-то образом Екатерина пролоббировала назначение Гриши Орлова, как-то тогда называлось, казначеем канцелярии главной артиллерии и фортификации. Переведу на современный язык. Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны. Казначей, отвечающий за все финансирование. Поэтому в руках Григория оказалось огромное казенное средство, которое тут же с позволения императрицы он использовал для подкупа гвардейцев. Он из этих денег стал выдавать им суды так называемые, которые, по сути, были авансовыми платежами за поддержку Екатерины. Что касается перевербовки солдат гвардейцев обычных, она проходила без особых изысков. Екатерина взяла деньги у какого-то английского купца. На эти деньги, если верить, источникам было закуплено страшное количество водки. В источниках фигурирует цифра 35 тысяч ведер. С таким количеством водки переворот прошел значительно веселее. Не могу тут не вспомнить, я сам был участником августовских событий 91-го года в Белом доме и хорошо помню, какое количество бесплатной водки в это время находилось среди защитников Белого дома. Ничего плохого, не могу сказать. Существенно поднимало боевой дух противников ГКЧП. Главным мотором Загора, повторюсь, еще раз был Алексей. После того, как случайно арестовали одного из заговорщиков, именно он настоял на том, что действовать надо немедленно, он координировал проведение всех силовых действий, он публично провозгласил Екатерину императрицей, он контролировал перевозку свергнутого Петра Третьего Ну и в дальнейшем именно ему, как мы знаем, приписывается и убийство Петра. Дело это, конечно, очень темное, но во всяком случае Алексей взял на себя ответственность в этом обвинении, написав известное покаянное письмо Екатерине, которое, впрочем, до нас дошло в копии и подлинность которого некоторыми историками отрицается. В течение десяти лет после переворота он фактически являлся принцем консортом. Его свадьба с Екатериной вот-вот могла состояться в любой момент. Даже оказавшись на самой вершине государственной власти Григорий, в общем-то, не вел себя как государственный муж, не стал крупным государственным деятелем. Правда, когда ситуация требовала невеликих аналитических административных способностей, просто храбрости или умения принимать быстрое решение на месте, вот тут Орлов был на высоте. Например, во время эпидемии чумы в Москве, последней эпидемии чумы в Европе, которая была в 1771 году, с этой задачей Орлов справился блестяще. Чуму тогда, повторюсь, занесли из Турции. За считанные месяцы в Москве умерло огромное количество, почти четверть населения, по разным оценкам. Власти города были в панике, масштаб бедствия скрывался, никто не понимал, что вообще происходит и как с этим бороться. Народ суеверный. Почему-то стало считаться, что лапзание чудотворной иконы одной, установленной в центре города, очень помогает для борьбы с неведомой заразой. Вокруг этой иконы собирались толпы, ее лапзали, то есть это было идеальное место для распространения смертельной инфекции. Как ни удивительно, московский архиепископ Амбросий оказался образованным человеком и попытался пресечь это безобразие, забрал эту икону, спрятал ее в монастыре. В итоге озверевшая толпа с криками «Матушку уносят, матушку грабят» ворвалась в этот монастырь, убила архиепископа, монастырь разграбила. Страшен бунт русский, бессмысленный и беспощадный, особенно на фоне чумы. И вот в этой обстановке Орлов с войсками и прибыл в Москву наводить порядок. Я отсылаю вас всех к одной неплохой лекции, которая размещена на лектории Достоевски. Как раз рассказывает о том, как доктора помогали Орлову бороться с эпидемией чумы. Главное достоинство администратора какое? Слушать профессионалов. Вот он слушал профессионалов и сам принимал правильные решения, которые, в общем, можно разбить очень по пунктам просто. Первое. Жесткий карантин, дисциплина, никаких беспорядков, введение жестких санитарных норм, сожжение всех ненужных зачумленных вещей, зачистка помещений, обкуривания и обдымления потенциально зараженных помещений и вещей, как правильно советовали, кстати сказать, лекаре Орлову. Повсюду бани, постоянно мыться, максимум использования традиционной медицины. Ну и, конечно, самое гениальное решение Орлова, которое в конечном счете поставило точку в этой эпидемии. Болеть не хотели в больницу ложиться? Как сейчас иногда с прививкой. Не хотели, боялись. Орлов каждому, кто выписывался, выплачивал существенную сумму денег. Поэтому моментально в больнице стали ложиться не то что с подозрениями в чуме, а с любым насморком. Мера очень действенно сработала. Простудился сразу в городскую больницу. Эти его решительные действия действительно Москву тогда спасли. Какие причины разрыва с Екатериной? Сложно судить спустя 200 лет об этом. Конечно, Орлов вел себя как некоронованный император. Конечно, он Екатерине изменял. Человек был крайне не сдержан. Он мог орать на Екатерину чуть ли не в присутствии придворных. Разве что не бил. В культурном уровне Екатерине было тяжело с ним. Все-таки Орлов это не интеллектуал, как Потемкин. Орлов это хороший боевой офицер, честный, прямой человек. Кстати, нельзя сказать, что он был таким уж примитивным. У него были свои концепции, свои политические взгляды, идеи. Например, именно Григорий Орлов был адептом защиты балканских славян, что надо поддерживать славян по всей Европе и брать их постепенно под руку императрицы. Это была идея Орлова. Он ее всячески продвигал. Его послали в 1972 году, вскоре после успеха с ликвидацией чумной эпидемии, в Факшаны, как полпреда императрицы, на переговоры с турками. К несчастью, эти переговоры потерпели неудачу. Отчасти из-за упрямства османов, а отчасти, если верить современникам, из-за буйного нрава самого Орлова, который был ни разу не дипломат, чуть что кулаком по столу. Я вам покажу. Кстати, к тому времени Григорий уже и перестал быть фаворитом. В Факшанах он узнал, что у Екатерины появился новый любимец, Александр Васильчиков, и рванул в Петербург с ним разбираться. У Васильчиков был известный храбрец, да и он понимал, что страшен гнев Григория Орлова, поэтому Екатерина прямо около покоев Васильчикова в Зимнем дворце поставила вооруженную круглосуточную охрану. Не дай Бог, Гриша вернется. На самом деле, никто его в Петербург не пустил, остановили его на подъезде под формальным предлогом, что каждый прибывающий с юга должен пройти полагающийся двухнедельный карантин. И на карантин его поселили в Гатчину. Там же в Гатчине Орлов чуть-чуть успокоился, получил указ императрицы о том, что он отстранен от крупных должностей, погревал. В качестве сладкой пилюли ему, правда, дали титул светлейшего князя, как Менщикову. Впоследствии Орлов делами практически не занимался. Большую часть времени проводил за границей, женился на своей двоюродной сестре, кстати, тоже по фамилии Зиновьева. Церковь запрещала такие близкородственные браки, и специальным постановлением брак был расторгнут. Однако Екатерина II пошла навстречу Григорию и отменила постановление о расторжении брака. Но вскоре молодая жена умерла, и эта смерть Григория подкосила. У него началось душевное расстройство, он подчас не узнавал своих знакомых, скончался в Москве, в своем имении нескучное, совсем не старым человеком, в 49 лет. Все четверо братьев Орловых приехало в Москву на похороны, на своих плечах вынесли гроб, поднесли его к катафалку. Но гвардейские офицеры, они любили Орлова, выпросили разрешение дальше, вплоть до места захоронения, нести гроб любимого командира до его последнего пристанища. Такова была кончина всесильного когда-то Григория Орлова. Жизнь после переворота его младшего брата Алексея была, пожалуй, еще более яркая. Некоторые повороты не снились ни Дюма, ни Вальтеру Скотту. В его жизни было все. Мятежи, войны, тайные миссии, может быть, даже убийства, свергнутого императора, и даже серьезная научная, как бы сейчас сказали, работа. Так и Григорий Алексей серьезного образования не получил. Чему-то учился дома в имении и потом в шлихетском корпусе. Однако, тем не менее, он покровительствовал Ломоносову, другим ученым, Фанвизину. Состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо. Был одним из основателей и первым президентом Вольного экономического общества. И вот хотя его манеры шокировали Дан, и хотя у него был этот страшный шрам, которого все пугались. Но, тем не менее, в беседе этот богатырь, этот медведь Алексей Орлов на ученых людей производил впечатление очень и очень смышленого и неглупого человека. Была такая загадочная фигура в Европе того времени граф Сен-Жермен. Он себя так называл Сен-Жермен. Мы до сих пор не знаем, кто он был. Великий гипнотизер, сверхшпион нескольких держав. Такая примечательная личность. Вот именно с Сен-Жерменом Алексей Орлов очень дружил, переписывался, встречался. И вот когда Орлов потом пойдется с флотом вокруг всей Европы в Средиземное море для поддержания сил его моряков и офицеров, Сен-Жермен изготовит специальный так называемый русский чай, который будет поддерживать силы офицеров и матросов военных Алексея Орлова. Какой-то, видимо, был такой слабый наркотический напиток, но эффект был впечатляющий. Но самое главное, Алексей Орлов был человек действия. По словам Евгения Тарли, из всех людей, которые помогали Екатерине в свое время совершить переворот, именно Алексей Орлов не только сыграл наиболее решающую роль, но и показался человеком абсолютно ни перед чем не останавливающимся. Ни моральные, ни физические, ни политические препятствия для него не существовали. Он даже не мог взять в толк, почему они существуют для других. В нем сидел не столько генерал, но кондотьер, не только кавалер орденов Российской империи, но и новгородский ушкуйник, то есть пират. В общем, Алексей Орлов-то был человек такой, вижу цель, не вижу препятствия. Человек, решающий проблемы. Екатерина его очень уважала, к нему прислушивалась и поручала ему самые тонкие и сложные проблемы. Алексей Орлов участвовал в расследовании волнений казаков, набегов крымских татар, был членом уложенной комиссии, первый в истории поход русской эскадры в Средиземное море. Это его идея. Все были против, он убедил. После Петра I в большом смысле флотом никто не занимался. В 1741 году наш флот не смог выйти из гавани навстречу шведскому флоту. Но вот Алексей Орлов флот, как мог, модернизировал, усилил и решил нанести удар Турции с тыла со стороны Греции и Балкана. В состав экспедиции вошло 9 эскадр Балтийского флота, это 20 линейных кораблей, фрегаты, специальные вспомогательные суда всего около 17 тысяч моряков и морской пехоты, как бы сейчас сказали, десантников на борту. Плавание было очень тяжелым, русский флот был непривычен таким дальним переходом. Буквально в первые же месяцы мы потеряли только 100 человек умершими от разных болезней. Началась цинга, витаминное голодание, лечили тогда, покупали фрукты, Алексей Орлов распорядился, лимонами кормить моряков. Но на протяжении всех пяти лет, пять лет находилась эта эскадра в Средиземном море, как-то она существовала и была грозной военной силой. Во время Чесменского сражения, в Чесменской бухте накануне, Алексей Орлов заметил, что турецкие корабли стоят очень скученно, расположены слишком близко друг к другу. И ему это подсказало идею не атаковать классически, а послать брандеры, которые просто подожгут этот флот. Ну и когда русские брандеры стали приближаться, то турки в своей заносчивости решили, что русские просто сдаются в плен, и они уже достали цепь и приготовились заковывать неверных кандалы. Ну а дальше началось страшное. Турецкий флот подожгли, обстреливали его с расстояния, флот сгорел дотла, паслась меньшая часть турецких матросов. Наши потери засчитывали несколько десятков матросов всего-навсего, турки гибли тысячами. С нашей стороны, кроме этих четырех сгоревших брандеров, которые, собственно, для этого и предназначались, по сути, на флоте потерь не было. Турки потеряли флот целиком. И, конечно, Чесменское сражение, за что Алексей Орлов получит уважительную приставку к своей фамилии Орлов-Чесменский, произвело в Европе эффект разорвавшейся бомбы. При том, что не надо думать, что у турок был устаревший флот. Флот им строили французы. У французов был один из двух сильнейших военно-морских флотов в мире наравне с английским. Строили его французские инженеры. И это было по тем временам совершенно на равных, если даже некачественнее российского, боевые корабли. Пока эскадра Алексея Орлова находится в Средиземном море, императрица поручает ему деликатную миссию привести к ней тайную дочь Елизаветы Петровны, ту, которую мы знаем как княжну Тараканову. Эта девушка неизвестного происхождения, говорившая на многих языках, кроме русского, имела много легенд своего происхождения. Она и персидская княжна, и какая-то там польская графиня, и бог знает кто еще, но судьба ее решилась в тот самый момент, когда где-то она заявила, что она дочь русской императрицы Елизаветы, дочери Петра I, и Алексея Разумовского. То есть, она и есть самая законная претендентка на трон Российской империи. Ну, мы понимаем с вами, что у самой Екатерины прав на российский престол ноль, никаких. Она узурпировала власть после смерти своего мужа. Она была женщина не злая, и много чего могла простить, кроме попыток претензий на свой трон. В отношении разного рода самозванцев проявляла нулевую толерантность, как сейчас говорят. И вот она поручает Орлову с этим разобраться. Орлову 37 лет, если не замечать шрам, красавец, богач, прославленный адмирал, в расцвете сил, командующий эскардерой, герой всяческих побед над турками. Конечно, он полностью очаровал эту девушку. Да, кстати, как выглядела княжна Тараканова. Никогда ее никто не называл княжной Таракановой. Это потом как-то в литературных источниках придумали. Она себя называла Елизаветой, дочерью императрицы Елизаветы. Она была худенькой брюнеткой, смуглой, много курсировала при разного рода знатных дворах, с набором слуг, служанок. Симпатичная и умная эмантюристка, которыми была насыщена тогда вся эпоха 18 века. Злые языки говорят, что такой был супер-вип-эскорт для того времени. Но так либо иначе, да, действительно, она подтверждает Алексею Орлову, что она Елизавета, даже пишет какой-то маленький манифест с призывом всем добрым русским людям встать на ее сторону, убедившись в том, что де-факто эта дама является претенденткой на Российский престол и так себя позиционирует и, соответственно, может быть использована врагами России для борьбы против государственной императрицы. Алексей организует классическое похищение ее и отвозит ее в Петербург. Причем это не был какой-то киднеппинг такой жесткий, в багажник никто не засовывал, как поступали потом в жестокие времена 20 века. Нет, все это было по-рыцарски, очень изящно. Он изобразил к ней искреннюю симпатию, рассказал о том, что все моряки-офицеры в душе глубоко ее являются сторонниками. Были даны обеды, водил ее в театр. Это очень романтично. Пригласил ее вместе с английским посланником на борт, который, кстати, тоже был в теме, тоже на стороне Орлова. Пригласил их вдвоем на борт флагманского фрегата, полили пушки, моряки выстроились, отдавали ей честь практически как монаршие особи. Спустили шлюпку с борта, роскошно накрытый стол, ну и совершенно очарованная самозванка. Даже не заметил, что в какую-то секунду раз и нет рядом Алексея Орлова, и нет рядом английского посланника, и все ее слуги как-то от нее немного отодвинуты. К ней подошли офицеры и вежливо сказали, что пройдемте. Заперли в каюте, слух отдельно. Алексей Орлов потом прислал вежливую весточку, что, дорогая, меня тоже тут арестовали, ничем помочь не могу. Вскоре она оказалась в Санкт-Петербурге. Дальше тяжелая история. Ее поместили в известном Алексеевском раввелине Петропавловской крепости, где она заболела. Сырое холодное помещение. Видимо, у него до этого был туберкулез. Екатерина предложила ей отречься от всех претензий, назвать свое подлинное имя. Но загадка, почему-то она этого не сделала и довольно быстро зачахла. Есть история про то, как якобы было наводнение. Наводнение залило эту камеру, где она ходилась через окошко. И она утонула. Ее специально не спасли. И именно эта история изображена на картине Константина Флавицкого «Смерть книжной тараканы». Вот там как раз такая темненькая девушка залезла на койку вместе с тюремными мышами. Вода льется через решетку. Ну, это, конечно, все выдумка. Никого такого наводнения в это время не было. Просто умерла. Такая печальная история самозванки. Алексей Орлов триумфальный вернулся в Петербург. Екатерина хотела оставить его на службе. Она действительно его очень ценила. Но к этому моменту уже взошла звезда Потемкина. Уже его старший брат Григорий был отставлен от Фавора. Ну, и Алексей проявил братскую солидарность. Тоже подал в отставку. И посвятил себя частной жизни. Но тут начинается очень интересный момент. Он посвятил себя коневодству, лошадям. И фактически стал одним из самых прославленных конезаводчиков в истории России. Закона в генетике тогда никто не знал. Но Алексей купил конный завод в Воронежской губернии. Разработал сам целую систему отбора и испытаний лошадей. Причем он лично фиксировал все процессы, составлял родословные. То есть занимался этим профессионально. И поставил себе задачу вывести такую породу русскую, настоящую лошади, которая бы сочетала выносливость в наших тяжелых климатических и дорожных условиях, при этом скорость и могла долго-долго идти рысью. А это, опять же, при нашем бездорожье очень важно, чтобы не тряслась карета, когда лошадь не переходит на голоб. Это очень ценилось при езде на повозках, поскольку спасало от тряски. За немыслимую сумму 60 тысяч рублей он приобрел уникального арабского жеребца, который стал родоначальником новой породы будущих орловских рысаков. Дело в том, что у жеребца была удлинена спина, как вынеслось после смерти у него оказался генетический дефект, один лишний позвонок и лишняя пара рёбер. И появилась эта поразительная орловская порода, очень ценная. Она существует и поныне, и зарегистрирована в Министерстве сельского хозяйства как орловская рысистая порода лошадей. Также он вывел еще одну русскую породу, которая тоже называется русская верховая. Кроме лошадей, орлов выводил голубей, так называемый орловский белый турман. Говорят, очень ценный, я не разбираюсь. разводил певчих канареек, но особенно славились орловские бойцовские гуси. Дело в том, что в те времена это была очень популярная забава, гусиные бои. Традиции эти, к счастью или к сожалению, потеряны в 20 веке, однако еще у Булгакова упоминается, что гусь, птица, бойцовская. Более того, откуда-то из Персии Алексей Орлов заказал особых кур, очень крупных, до 10 килограмм, и занимался еще разведением этих крупных, мясистых и продуктивных куриц. Больших успехов достиг в этом деле. Ну а кроме того, в заключение могу сказать, что театр Ромэн, Московский цыганский театр, конечно, с полным правом мог бы называться театром имени Алексея Орлова, потому что именно Орлов первый завез цыганских певцов в столицу, в Москву и в Петербург потом, и сделал цыганское пение модным и популярным. Он также создавал у себя дома школы кулачных бойцов, такие бойцовские клубы. Сам принимал активное участие в боях стенка на стенку, и уже в зрелом возрасте нередко побеждал молодых бойцов, которым годился в дедушке. Ездил он по Москве сам всегда, правил лошадьми без кучера, услугами телохранителей и сопровождающих никогда не пользовался. Мало было желающих повздорить с Алексеем Орловым. В 45 лет он женится на 20-летней Евдогиле Пухиной, кстати, дальней родственнице еще первой жены Петра I. У него родилась дочка Анна, к несчастью при следующих родах супруга умрет через несколько лет. Вот эта Анна проживет очень-очень долгую жизнь. Да и сам Орлов прожил долгую жизнь. Ему еще предстояло пережить нелегкие минуты, когда после смерти Екатерины Павел I устроил театрализованное перезахоронение праха Петра III. Павел прикажет Алексею Орлову идти вслед за гробом государя-императора и нести императорскую корону, поскольку в глазах Павла именно Алексей Орлов убийца его отца. После этого Алексей Орлов едет за границу, взяв с собой дочь. Однако по воцарению императора Александра I вернется в Москву, поселится в нескучном дворце у Донского монастыря. Сейчас это здание Президиума Российской Академии Наук, Ленинский проспект, дом 14, особняк Алексея Орлова. Там же он в нескучном саду организует огромное имение, началось масштабное обустройство, разбиты дорожки, насыпаны холмы, возведены храмы, беседки. До наших дней сохранился летний домик графа Орлова, целый ряд других строений. В одном из них находится ресторан граф Орлов. В Москве Алексея Орлова искренне любили. Он был такой радушный, хлебосольный, любил гостей, предпочитал русский стиль. Вообще, в общественном восприятии начала 19 века это был образцовый Екатерининский вельможа. Все хорошее, что было связано со старыми, добрыми временами Золотого века Екатерины, оно собралось в образе такого Троекурова той поры Алексея Орлова. Кстати сказать, этот бывший драчун, хулиган и Забияка в конце жизни очень много читал. И в Центральной военно-морской библиотеке в Петербурге, которая когда-то находилась в крыле Михайловского замка пиадетного русскому музею. Я еще много занимался вместе с руководством Министерства обороны и Сергеем Кужегетовичем. Спасением этой библиотеки она находилась в совершенно ужасных условиях на протяжении многих десятилетий. И начиная, не поверите, с 1945 года ее не могли никак перевести в какое-то другое помещение, а там буквально затекала водой. Это бесценная библиотека, где карты, которые составлял сам Петр I. Вот там же в этой библиотеке находилась и личная библиотека Алексея Орлова и красивые книги с золотым тиснением и вензелем Г.А.О. То есть граф Алексей Орлов. Много бесценных документов. Но нам удалось, слава Богу, эту библиотеку вывезти. Помещение эти прекрасно сейчас отреставрировано. Приходите, посмотрите. Там располагается русский музей. Для Центральной военно-морской библиотеки руководство именобороны построило хорошее отдельное современное здание в Петербурге. Так библиотека у Орлова была большая. Но это еще не все. Во время Наполеоновских войн где-то в районе Аустерлица Алексей Орлов, будучи сильно неюнным джентльменом, собрал ополчение и собрался не дожил. Но был готов повоевать за Россию и несмотря на свои 70. Вообще по свидетельствам современников когда Орлов умер на похороны пришли по порыву сердца тысячи москвичей. Тысячи горожан провожали его в последний путь. Потому что в их сознании это было воспоминание о лучших днях старых добрых временах золотом веке славы Екатерининской эпохи. С его уходом эта эпоха уходила. Несколько слов о других братьях Орловых. Иван самый старший брат у него самая спокойная биография он стал управляющим всем бизнесом Орловых тогда это говорили управляющим всеми имениями и всем имущественным комплексом имения были у них как вы понимаете очень обширные политика его не интересовала он был за старшего за отца по воспоминаниям самого Ивана он страшно мучился своими непутевыми младшими братьями Гриша ему доставлял постоянно массу хлопот проматывал деньги в карты в бильярд сам он отличался домовитостью изредка из своих богатейших имений приезжал в Петербург чтобы повнушать Лёше и Грише и Феде как себя надо вести и всегда жаловался на дороговизну страшную дороговизну в Петербурге продуктов и всего при этом у него самого был пожалуй только один Гришок он увлекался картишками но в этом был некий плюс именно Иван Орлов старший является одним из основателей английского клуба в Москве где сейчас находится музей современной истории России на Тверской приходите там тоже замечательно были министерством культуры отреставрированы в последние несколько лет помещения английского клуба вы получите большое удовольствие от посещения этого музея и от посещения подвалов и приемных залов воспетого всеми великими нашими писателями и поэтами они все поигрывали в карты Московского английского клуба созданного при участии Ивана Орлова интересна судьба четвертого младшего брата Федора тоже какое-то время он побывал депутатом уложенной комиссии как Иван пытался заниматься политической деятельностью послужил в армии кстати под командованием своего брата Алексея поучаствовал в этом средиземноморском походе прошел по-настоящему через множество морских боев успешно был награжден Георгием второй степени храбрый офицер кто смотрел фильмы про Ушакова замечательные корабли штурмуют бастионы вот примерно тем же самым занимался и Федор Орлов он со своей частью эскадры подавлял турецкие крепости прибрежные то есть таким был морским пехотинцем по современным меркам после приходов в Фавор уже Потемкина из солидарности со всеми братьями тоже уволился с военной службы тоже занялся своими частными делами хотя Орловы были на Потемкина в обиде и исходили из того что после драки кулаками не машут никогда публично плохо о Потемкине не отзывались после отставки Федор жил в Москве у него было вот это не было важно пятеро внебрачных сыновей и две дочери и один из этих сыновей будет очень известен в русской истории это будет Алексей Федорович Орлов тот самый который прославится как разведчик мастер всяких шпионских интриг во время войны 1812 года как организатор шпионской и контр-шпионской сети в России после войны 1812 года и как будущий руководитель третьего отделения того самого третьего отделения которое занималось всем политическим сыском корпусом жандармов и так далее когда Федор Орлов умирал он на смятом адре напустил своих многочисленных детей живите дружно как дружно жили мы с братьями поэтому и сам Потемкин нас тогда не сломил интересна судьба младшего брата Владимира он единственный пошел по военной линии пошел по линии ученой учился в Лейпцигском университете много путешествовал покровительствовал наукам и даже был назначен Екатериной директором Академии наук то есть был президент Академии наук а вот как бы вторым человеком в Академии наук был директор его директором был Владимир Орлов человек очень увлеченный математикой астрономией тогда была большая мода на астрономию также после отставки жил в своем имении также завел конный завод разводил новые сорта растений занимался научной селекцией в общем видимо такая тяга к земле к сельскому хозяйству была у Орловых в крови все-таки были они ребята не только храбрые но и хозяйственные прожил долгую жизнь счастливую много было у него детей здоровьем отличался наоборот не крепким но жизнь прожил долгую почти 90 лет можете себе представить умер где-то во времена Николая Первого сильно после декабристов из чего следует вывод что если хорошо учиться и вести размеренный образ жизни то и в те времена вполне люди доживали до самых преклонных годов это к мифу о средней продолжительности жизни большая обманка вокруг этого существует об этом как-нибудь поговорим отдельно проблема только в том что по-разному у братьев сложилось с наследниками как мы знаем у Григория законных детей не было был один внебрачный сын Алексей Бобринский сын общей с Екатериной II родоначальник знаменитого рода графов Бобринских вот я родился в маленьком городке на Украине это была собственность одного из графов Бобринских кстати сказать это была прогрессивная семья они являлись основателями в Российской империи сахарной промышленности покупали технологии строили сахарные заводы выращивали свеклу и даже моя бабушка была директором гимназии построенной как раз графом Бобринским у Алексея единственная дочь законная Анна оказалась наследницей несметно богатой естественно но к сожалению замуж так и не вышло это проблема девушка из высшего общества трудно избежать одиночества всегда она боялась что любит не ее а ее деньги славу ее отца Алексея чуть-чуть один раз не вышла она замуж за молодого храброго очень талантливого офицера Николая Каменского один из самых ярких молодых генералов той эпохи под началом Суворова на чертовом мосту во время альпийского похода обратил на себя внимание храбростью решительностью шляпа была прострелена когда он ввел солдат через чертов мост заболел умер в 30 лет даже не поучаствовал в войне 1812 года после этого его невеста Орлова так и осталась незамужней у Федора было несколько незаконорожденных детей три сына были офицерами и участниками войны 1812 года но что интересно один из них Алексей будущий шеф третьего отделения и жандармского корпуса будет участвовать в подавлении восстания декабристов а другой Михаил Орлов будет участником восстания декабристов брат шел на брата даже тогда и Алексею удастся как-то отмолить Николая Первого не отправлять его брата на каторгу довольно редкий случай в будущем Алексей не только возглавит российские спецслужбы и знаменитое третье отделение но и даже будет при Александре втором главой российской делегации на Парижском конгрессе вскоре после отставки Орлова внимание Екатерина обратилась на другого молодого человека на этот раз уже существенно моложе Екатерины Александра Васильчикова Васильчикову было 26 лет он служил в гвардии стоял в карауле у ворот резиденции Екатерины в царском селе ну и как-то очень быстро вошел Екатерине в фавор и занял комнаты Орлова Орлов тогда был еще жив из-за опасения внезапного возвращения бывшего фаворита к дверям Васильчикову даже был поставлен караул за период фавора Васильчикову было подарено 7 тысяч душ крепостных множество драгоценностей 100 тысяч рублей ассигнациями на дворцовой площади для него купили дом который правда не успел заселиться отремонтировать потому что к моменту когда дом привели в порядок Васильчиков уже был удален от двора можно сказать что начиная с Васильчикова связь с которым была относительно после Орлова краткосрочной был сформирован такой корпоративный пакет который получал каждый из фаворитов Екатерины как по мере своего фавора так и после отставки в качестве отступных Васильчиков быстро наскучил Екатерине и менее чем через два года ему было велено вежливо отбыть на службу в Москву на самом деле больше Васильчиков нигде не служил после отставки 30 лет провел у себя в московском доме на воздвиженке это кстати был стиль Екатерины как бы с глаз долой из сердца вон чтобы не маячили бывшие фавориты бывшие возлюбленные перед глазами так он никогда и не женился умер уже в царствовании Александра I вот однако в Москве есть знаменитый дом дом Васильчиковых это дом племянника Васильчикова на Большой Никитской это дом о котором я вам уже рассказывал где сейчас в восстановленной усадьбе Васильчиковых находится интереснейший музей для всех кто интересуется военная история России музей истории военной формы а тогда в середине 19 века этот дом был главным культурным литературным салоном Москвы кого только там не было Васильчиковы оказались покровителями искусства в доме часто бывали регулярные Вазовский Тютчев Пущин Глинка и многие 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 другие причем вот этот литературный дух дома он как-то продолжался даже и в советское время не случайно например в этом же доме после революции жил Михаил Булгаков и писал там роковые яйца кстати там сейчас балкончик куда Булгаков выходил покурить и есть один из такой весьма остроумный памятник Михаилу Булгакову зайдите посмотрите ну а после Васильчикова на место фаворита всего лишь на два года но на всю оставшуюся жизнь зашел Григорий Потемкин итак Григорий Потемкин светлейший князь участвовал в дворцовом перевороте возвезшем на трон Екатерину Вторую храбро воевал в одной русско-турецкой войне и успешно командовал армией в другой инициатор присоединения к России Крыма Кубани Кубани это Краснодарский край современный и современных южных областей Украины того что называлось всегда Новороссии создатель Черноморского флота наряду с Суворовым и Румянцевым один из лучших полководцев Золотого века Екатерины кстати последняя ипостась увы незаслуженно забыта и все это за очень короткую жизнь все это за 50 с небольшим лет монументальная фигура отечественной истории при этом конечно фигура не забытая но ставшая в полном смысле этого слова на протяжении долгого времени жертвой самого настоящего черного пиара поскольку наше представление о Потемкине и реальная его роль в русской истории это две большие разницы факты его жизни известны хорошо я не буду превращать наш рассказ в перечень хронологии фактов события постараемся сконцентрироваться поначалу на его личных человеческих если угодно бытовых качествах сегодня это будет разговор о роли личного в истории родился он в 1739 году в Смоленской губернии в небольшом селе он на 10 лет моложе главной женщиной его жизни его путеводной звезды Екатерины он очень поздний ребенок не поверите но к моменту рождения сына его отцу Александру Васильевичу было уже 66 лет это и сегодня редкость а по тем временам уникальный случай кстати помните вот эту народную примету поздние дети особенно умны мать Потемкина Дарья Васильевна происходила тоже из скромного дворянского рода и была моложе своего мужа на 31 год в этом браке помимо сына Григория она родила еще 5 дочерей отличалась удивительной красотой ну а так как Потемкин всегда считался эталоном красоты мужской был признанным красавцем очевидно что это он унаследовал своей матери по отцу Потемкин род старинный с польскими шляхетскими корнями его основателем считался некто Ганс Потемский который перебрался на русскую службу давным-давно еще при великом князе Василия Ивановича в 16 веке перейдя в православие Потемский трансформировался в Потемкина кстати сам Григорий Потемкин с детства прекрасно говорил по-польски счастливое детство в деревне раннее безотцовщина отец умер когда Грише всего 7 лет первый сознательный шаг в своей жизни Потемкин сделал под воздействием матери с которой всегда у него были очень трогательные отношения уже став потом главным сановником империи он часто приезжал забытая богом селения Чижова чем вызывал невероятный фурор среди сельских жителей и Потемкин разодеты гвардейцы экипажи кареты в общем фурор красоту эпатаж он любил всегда его мама прожила долгую жизнь доживя до 76 лет была принята Екатериной неоднократно императрица подарила ей дом на Пречистинке то самое место где сейчас самая дорогая в Москве недвижимость она и тогда была там недешевая пожаловала ее в стад с дамы и в общем до конца своей жизни мама Потемкина пользовалась особым расположением императрицы часто ей Екатерина посылала от себя лично уже разного рода привет и письма и дорогие подарки с раннего детства Потемкин проявляет удивительное честолюбие и любознательность он учится грамоте у сельского девичка потом в какой-то сельской школе потом он едет в Москву вместе с матерью учится в частном пансионе в немецкой слободе затем поступает гимназию при Московском университете и непосредственно сам Московский университет в 16 лет то есть вполне тот возраст который сейчас выпускники школы могут поступить в университет обращаю внимание это самый первый курс и первый набор студентов Московского университета там Потемкин сошелся с Денисом Фанвизиным будущим прославленным автором недоросля Денис его немного помоложе тогда набирали студенты не по возрасту то есть можно было поступить и в 14 лет на первый курс и в 25 лет ну вот что интересно Потемкин несмотря на всю свою там невероятную карьеру так до конца жизни остался с Денисом Фанвизиным друзьями и вообще отмечу Потемкин умел дружить и умел сохранять дружбу в университете Потемкин демонстрирует удивительнейшие совершенно способности к гуманитарным наукам он прекрасно учит латинский греческий язык богословие философию великолепно знает немецкий он увлекался поэзией кстати писал довольно неплохие стихи которым сам что редкость для поэтов был весьма самокритичен через год обучения за успехи в науках Потемкин достоин золотой медали а еще через год в числе 12 лучших студентов прибывает в Санкт-Петербург по приглашению того самого покровителя наука о котором мы говорили с вами в прошлых лекциях елизаветинского фаворита и шефа Московского университета Ивана Шувалова Иван Шувалов представляет его самой императрицей Елизавете вот тут интересно что одновременно с поступлением в университет Потемкина записывают и в лебогвардии конный полк рейтаром рейтар это рыцарь по нашему рыцарь ну то есть как бы сейчас сказали конник буденовец не офицерская солдатская должность в хорошем гвардейском полку чтобы попасть туда Потемкину пришлось его маме включить все свои связи и вот он числится в рейтарском полку в 16-17-18 лет а учится при этом в Москве в университете Шувалов при этом побеседовал с Потемкиным был настолько поражен его знанием греческого языка и вопросов богословия что произвел Потемкина сразу в следующий чин то есть он там стал как бы нерядовым конником это вообще редко это было послужить несколько лет было для студентов второкурсника случай уникальный в годы обучения Потемкин пристрастился к чтению и эту полезнейшую привычку которая очень объединяла его с будущей возлюбленной Екатериной это тоже как вы знаете без книг не мыслило и дня эту привычку Потемкин пронесет через всю свою жизнь он все время и везде читает я много раз читал разные воспоминания о Потемкине отзывы и вот каждый из людей который его знал отмечал что Потемкин с книгой не расставался нигде вот он едет на фронт возглавлять армию с ним чемоданы книг кое-кто даже писал что Потемкин будучи фельдмаршалом и главнокомандующим Южной армией России возил с собой 12 вазов книг рост Потемкина но по разным сравнительным оценкам от 185 сантиметров до 2 метров касая сажень в плечах прекрасное сложение он очень мужественный в свои там 20-25-30 лет такая классическая офицерская красота удивительной силой человек говорят он даже немного стеснялся своей силы потому что он мог например сесть на кресло облокотиться и это кресло ломалось взять в руки стеклянный бокал и двумя пальцами его так он лопался что интересно Потемкин обладал феноменальной памятью прочитает две страницы текста на спор повторит по памяти фотографическая память которую у нас учат специально в разведшколах не всегда удачно при этом он был то что называется широким эрудитом то есть знал все обо всем может быть его знания носили и бессистемный характер но все-таки золотая медаль после первых лет обучения в московском университете один из самых лучших студентов поэтому смешно почитать советские учебники где Потемкина называли необразованным лентяем его предки занимали разные должности довольно высокие были послами при иностранных дворах но все-таки это не очень богатые люди по тем меркам сам Потемкин на момент поступления на службу писал что у него 420 по-моему или 430 душ крепостных ну чуть больше чем у Пушкина денег ему всегда не хватало изымения посылали мало он все время брал деньги в долг при этом совершенно не будучи склонны никаким азартным играм а вот учиться в университете в те времена для дворян было не принято Потемкин это исключение кто учился вместе с Потемкиным в университете это такие же бедные дворяне как он это дети купцов это даже дети мещан и каких-то там мастеровых потому что учиться это не дворянское дело дворянское дело это служить воевать тусоваться при дворе Фанвизин-то потом в недоросле именно об этом и напишет Митрофанушка он же тоже из такой же средней дворянской семьи для него учеба это надругательство над его принципами когда Александр Первый спустя некоторое время примет специальный эдикт который обяжет всех претендентов на высшие государственные должности или предъявить университетский диплом или сдать специальный экзамен объем знаний сопоставимых с университетскими это вызовет страшное раздражение в дворянстве зачем вернемся к Потемкину Потемкин начал параллельно серьезно изучать богословие даже подумывая о духовной карьере на каком-то этапе Потемкин захотел уйти из студентов и лейб-гвардейцев духовенства был очень переменчив в своем характере то что у него на протяжении всей своей жизни приступы невероятной энергии мог работать круглые сутки маршировать а потом неделями валяться на диване курить трубку расхаживать в халате и читать книги это вот такой психотип действительно для Потемкина был характерен то хочу учиться то надоело учиться пойду-ка я в монахи в монахи потом слава богу не пошел слава богу для России через несколько лет его исключают из московского университета за ленность и нехождение в классы просто надоело учиться по версии самого Потемкина он просто бросил университет перестал ходить на занятия и таким образом университетского диплома его не было кстати исключили его одновременно с другим университетским сотоварищем Николаем Ивановичем Новиковым одним последствием из самых известных издателей просветителей и диссидентов в Екатеринской поры по молодости будучи исключенным из университета также стал быстро расти по военной службе его чины как и у Потемкина Рейтар Капрал старший Капрал и так далее Новиков тоже чуть не стал профессиональным военным при Петре Третьем Потемкин будучи исключенным из университета неожиданно делает первый карьерный рывок он становится ординарцем командира Коногвардейского полка командиром полка при Петре Третьем становится его дядя немец Георг Людвиг и вот тут-то этому немцу очень приглянулся статный молодой Потемкин который свободно говорит по-немецки и он его держит при себе ординарцем переводчиком и вот Екатерина которая знала о Потемкине так издалека волею случая знакомится с ним поближе случай этот описывается в воспоминаниях одного французского дипломата который пишет так однажды на параде Екатерина держала в руках шпагу и ей понадобился темляк ремешок который прикрепляется к эфесу холодного оружия и часто им обматывают руку чтобы просто не выронить холодное оружие либо во время боя либо во время каких-то упражнений разворачивается нет ли у кого темляка рядом оказался Потемкин который подъехал и отдал ей свой темляк далее Потемкин поклонившись хочет удалиться но его лошадь приученная к строю заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни Екатерина заметила это улыбнулась и обратила внимание на молодого офицера который против воли стоял подле нее потом она заговорила с ним он ей понравился своей наружностью осанкой ловкостью и остроумными ответами в коногвардейском полку на момент переворота сторонников Екатерины практически не было из унтер-офицеров таковых нашлось только два это сам Потемкин и старший его чином секунд ротмистр хитрово но в момент переворота именно Потемкин и хитрово произносят какую-то страстную речь перед коногвардейцами им удалось несмотря на протесты старших командиров вывести полк и присягнуть его Екатерине за что Потемкин затем и был после переворота произведен сразу в подпоручике по рекомендации Орлова Екатерина в представлении зачеркивает подпоручик пишет поручик таким образом он перепрыгивает через два чина получает в качестве награды 400 душ крепостных крестьян первый придворный чин камер юнкера ну кстати сказать это на фоне самих братьев Орловых ничто пыль то есть он был одним из многих а тот самый хитровок который был вторым офицером вместе с Потемкиным вывившим за Екатерину коногвардейцев он получил 800 душ Потемкин служит в гвардии Потемкин знаком Екатерине но лично с ней не общается он активно участвует в перевороте но он лишь один из многих участников Екатерина его знает и все кстати примерно в это же время Потемкин неожиданно лишился глаза как это произошло есть история романтическая связанная с тем что якобы Потемкин тогда уже приглянулся Екатерине она оказывала ему знаки внимания он добивался ее расположения его взрывиновали братья Орловы заманили в бильярдную Орловы тоже были не слабые ребята и они его страшно избили но в действительности ситуация была совсем другой Потемкин простудился он простудился заболел какой-то горячкой ему потребовалось лечение и вот он как и все гвардейцы той поры относясь пренебрежением к официальной медицине богатыри не болеют решил воспользоваться услугами какого-то знахаря его даже сохранилось имя некого Ерофеича народного целителя судя по всему откровенного шарлатана Ерофеич до этого был известен тем что подчел гвардейцев какой-то особой лечебной настойкой типа водки на травах от которого гвардейцам легчало на этот раз Ерофеич сказал простудились ерунда изготовил опять какую-то настойку тряпкой вымоченной в этой настойке замотал Потемкину голову естественно Потемкин почувствовал ночью страшнейший жар и боль проснулся сковырнул себе эту тряпку и увидел что у него буквально опух глаз на нем обнаружился волдырь ячмень нарост ну и решил этот нарост сковырнуть по воспоминаниям чуть ли не булавкой как-то сковырнул оно очень неудачно глаз слава богу не вытек но видеть перестал он конечно впал после этого в страшнейшую депрессию отрастил бороду длинные волосы опять задумался о том что ему надо уйти в монахи но постепенно отошел Потемкин продолжает служить в гвардии он в команде он растет он получает даже должность через год помощника оберпрокурора Синода когда Екатерина соберет уложенную комиссию такой предпарламент Екатерина опять назначает Потемкина опекать иноверцев мусульман буддистов и евреев то есть Потемкин оказался причастен к становлению нашей страны как много конфессиональной державы он действительно очень любил богословские споры много читал разбирался в богословии и видимо эту его черту Екатерина заметила время течет взрывной карьеры у Потемкина нет 1768 год Потемкину 29 лет и он записывается добровольцем как тогда называли волонтиром на русско-турецкую войну записывается в чине поручика старшего лейтенанта гвардии вряд ли вообще Екатерина обращала на него тогда особое внимание потом через несколько лет она разрешила ему писать ей напрямую постепенно через письма Потемкин и обаял Екатерину в эпистолярном жанре Потемкин много участвует в боях причем в самых ключевых эпизодах кампании он отбивал атаку на фокшаны он сражался с турками на реке Ларга он сам командует крупными воинскими подразделениями например один только эпизод расскажу январь 1770 года Потемкину 31 год он командует бригадой 2500 солдат артиллеристов и казаков которая напарывается на значительно превосходящие численно отряд турок местность неудобная сильно пересеченная ну что дело такой ситуации устав предписывает построиться в несколько линий и отстреливаться Потемкин прекрасно понимает что его обойдут с флангов у турок хорошая конница ну и просто возьмут в кольцо и порубят второй вариант встать в каре четырехугольником поместить внутрь пехоты обоз поместить внутрь пехоты всю имеющуюся кавалерию потому что ее мало помещая внутрь мы автоматически теряем преимущество кавалерии и как-то там пытаться отбиваться от турецкой конницы до тех пор пока она не устанет Потемкин действует вопреки уставу Потемкин действует неожиданно Потемкин действует так как действовали римские полководцы может быть его спасло здесь хорошее знание древней истории увлечение военной историей учите военную историю друзья мои и он вспоминает манипулярный римский строй когда легион разбитый на когорты выстраивал не одно каре а множество малых каре тогда это было на расстоянии устной команды что можно было прокричать либо дать знак на перестроение выстраивались разные квадраты манипулы искусство полководца было манипулировать манипулировать то есть управлять движением этих манипул в зависимости от изменяющей ситуации на поле боя Потемкин на этой сложной пересеченной местности выстраивает несколько батальонных каре выстраивает их на расстоянии выстрела эффективного одно от другого турки не понимают что им надо делать они атакуют они просачиваются между этими каре попадают все время под перекрестный огонь каждый из этих каре очень компактное и неприступное оно передвигается оно маневрирует восемь раз Потемкин выдерживал атаки турок и с помощью такой маневренной и встречной обороны перешел потом в хуторонаступление и полностью разбил турецкое войско эту идею оценил командующий армии Петр Румянцев который впоследствии уже всеми силами своей армии 30 тысяч человек атаковал многократно превосходящую армию великого визири используя тот самый метод Потемкина только он выстраивал каре не батальонные а более крупные каре впоследствии эта тактика то есть тактика мобильных перестроений в атаке и в обороне мобильных подвижных перестроений которое в русской армии вытеснило традиционный линейный строй стала повседневной практикой русской армии эта тактика и позволила ей одерживать многочисленные победы уже обеспечивая слаженность между вот этими крупными подразделениями будь то батальоны либо бригады в советской историографии эту военную тактику стали называть Суворовской хотя на самом деле первый ее применил Потемкин и по чести назвать ее надо Потемкинской час Потемкина пробьет после отставки Григория Орлова это произойдет через несколько лет Потемкину будет 34 года Екатерина она 10 лет его старше но он на самом деле искренне восхищался и как императрица и как женщина они находятся в переписке Екатерина разрешит ему писать ей напрямую и Потемкин будет буквально обволакивать ее своими письмами как человек умный изящный остроумный его письма будет забавлять Екатерину она приглашает его в Петербург из армии есть даже историческая притча что приехав в Петербург Потемкин шел по парадной лестнице Зимнего дворца и столкнулся там нос к носу с бывшим фаворитом еще недавно всесильным Григорием Орловым что нового в столице? якобы спросил Орлова Потемкин да так я спускаюсь ты поднимаешься будто бы ответил Орлов но еще раз я подчеркну дело не только в приятной внешности даже не только в уме и образованности Потемкина а современники отмечали что он был необычайно приятным в общении человеком отличался редкостным остроумием умением заставить улыбнуться и развеселить любую компанию это качество всегда во все времена приветствовалось правителями которым надоедало что их подданные в их присутствии излишне скованные собственно любовные отношения Потемкина и Екатерины продолжались недолго всего два с половиной года одни тоже отнюдь не были идиллическими как вспоминали они часто бурно ссорились потом так же бурно мирились но все таки они оба были большими личностями впоследствии Потемкин поступил хитро понимая что он не может вечно быть при Екатерине понимая что он не может все время рассчитывать на ее благосклонность он попытался сохранить с ней доверительные отношения но при этом контролировать тех новых фаворитов которые оказывались в поле зрения Екатерины вообще есть даже мнение что он этих самых фаворитов ей подбирал и рекомендовал соответственно они были всем ему обязаны он был уверен в том что они будут его слушаться Екатерина тоже понимала что эти фавориты всем обязаны Потемкину это ее очень устраивало ее новые фавориты не занимались по крупному государственными делами отношения строились в формате такого особого треугольника платонические уже отношения между Потемкин и Екатериной хотя в переписке она все время называет его мужем любезным другом мужем любимым мужем и так далее он ее матушкой и прочее любовники живут в апартаментах рядом с покоями императрицы кстати сказать ни один фаворит не имел права заходить к императрице без доклада без доклада к ней заходил только Потемкин который когда приезжал с фронта с Крыма с Молдавии он селился где-то рядом с апартаментами императрицы Екатерина находится со своим очередным фаворитом раз дверь распахивает заходит Потемкин говорит матушка срочно служебное дело фаворит отправляется в приемную подождать пока бывший сильно бывший фаворит Потемкин с императрицей решает какие-то важные задачи он решал эти задачи говорит заходи обратно я поехал вплоть до самой смерти Потемкина они обменивались постоянно письмами они сохраняли взаимное уважение и самую искреннюю дружескую привязанность по поводу их тайного брака есть свидетельство о том что это бракосочетание действительно состоялось то ли в 74 то ли в 1775 году даже есть указания на то в какой церкви есть новая церковь построенная на том же самом месте в центре Москвы на Никитском бульваре роман Потемкина и Екатерины как будто бы закончился но на самом деле он не завершался никогда могли влюбляться могли заводить себе любовников и любовниц но их отношения между собой оставались для них важнее всего с некоторой долей вероятности у Екатерины и Потемкина была дочь хотя эта версия и оспаривается некоторыми историками назвали ее Елизавета Григорьевна Темкина а раньше было правило у незаконных бастартов обрезать начало фамилии то есть Темкина это Потемкина без первых двух букв она родилась в июле 1775 года по времени очень подходит именно в это время по официальной версии у Екатерины якобы случилось страшное расстройство желудка из-за немытых фруктов вследствие чего она несколько дней не появлялась на людях есть известный портрет Владимира Боровиковского где Елизавете Темкиной 22 года описан этот портрет уже когда ни Потемкина ни Екатерины не было в живых находится он сейчас в Третьяковской галереи если вы на этот портрет посмотрите увидите что эта девушка очень похожа и на Потемкину и на Екатерину что касается самого Потемкина то к моменту окончания первой активной фазы его отношения с Екатериной ему всего 36 он богат красив знаменитый официально не женат в общем все предпосылки для такого образа жизни плейбоя ну после этого его действительно в монашеском поведении не заподозришь число любовниц Потемкина неисчислимо даже писали что из шести племянниц которые в разное время жили у Потемкина во дворце некоторые якобы прошли у Потемкина такую своеобразную инициацию и были до замужества его любовницами роман он заводил всегда везде и в поездках и даже при штабе действующей армии да он был конечно поразительный гедонист любил роскошь любил подарки любил почести получал от Екатерины колоссальные суммы в бесконтрольные распоряжения но при этом также свободно их тратил оплачивал чужие долги оплачивал своего кармана содержание армии раздавал деньги офицерам платил огромное количество пособий то есть он совершенно не был скрягой который копил себе какое-то состояние вот психологический портрет Потемкина составлен австрийским мемуаристом Делинем служившим непосредственно под началом великого князя трусливый за других он сам был очень храбр он останавливается под выстрелами и спокойно дает приказание он очень озабочен в ожидании опасности но веселится среди нее и скучает среди удовольствия то глубокий философ искусный министр великий политик то десятилетний ребенок он не мстителен он извиняется в причиненном горе он старается исправить несправедливость одной рукой он подает условные знаки женщинам которые ему нравятся а другой набожно крестятся с генералами он говорит о богословии с архиереями о войне он легко переносит жару вечно толкуя прохладительных ваннах и обожает морозы вечно кутаясь в шубы в военных походах с ним всегда ездили богословы причем самых разных конфессий это могли быть и православные батюшки католические священники раввины иудейские и вот Потемкин любил на привале собрать богословов а он, говоря, трубку их слушал сталкивал между собой получал от этого огромное, как бы сейчас сказали интеллектуальное удовольствие такой вот был необычный человек дитя своего времени подвержено излишествам порокам идеализировать мы его не будем но он точно не был таким самодуром который стали изображать позже это был человек такого большого русского размаха только в 1774 году после окончательной отставки Григория Орлова то есть спустя 12 лет после первого личного знакомства Потемкин становится фаворитом императрицы Потемкину на этот момент 35 лет Екатерине 45 начинается его невероятная карьера звания с быстротой сменяют одно другое он становится подполковником преображенского полка вице-президентом военной коллегии то есть там замминистра обороны членом государственного совета графом и постепенно после донесения русского посланника превращается в самого влиятельное лицо в России что делает Потемкин получив власть и влияние не собирает богатств он разворачивает невероятную государственную деятельность он участвует в ликвидации Запорожской Сечи на Украине он становится генерал-губернатором Новороссийским Азовским и Астраханским он начинает масштабную военную реформу об этом можно говорить много я обращу внимание только на основные эпизоды этой военной реформы первое это решительный отказ от традиции военной муштры Потемкин крайне не приветствует применение любого физического насилия по отношению к солдату считает что солдат надо беречь хорошо кормить хорошо лечить он продвигает офицеров которые заботятся о солдатах он жестоко наказывает офицеров которые не заботятся о солдатах это абсолютно суворовский стиль управления войсками суворов кстати сказать правая рука Потемкина его выдвиженец Потемкин заботится о питании солдат Потемкин строит лучшую на тот момент систему военных госпиталей а потемкинской армии самые низкие по тем временам санитарные потери очень много раненых выздоравливает и возвращается в строй у Потемкина самая удобная в Европе военная форма он полностью меняет военную форму отойдя от системы красивой формы для парада но с зауженной дискомфортной с неудобной обувью потемкинская форма для больших переходов и удобная для боя удобная для носки ее очень любят в армии эту форму кстати я еще раз вам рекомендую прийти на Большую Никитскую рядом с той церковью где по легенде венчался Потемкин тайно венчался с Екатериной находится замечательнейший музей Российского военно-исторического общества музей военной формы и там во всей красе представлена как допотемкинская форма постпотемкинская форма введенная Павлом Императором ну и собственно любимая в войсках Суворовская она же Потемкинская вот его личная докладная записка так называлась об одежде и вооружении сил Потемкин пишет кавычки открываются завивать пудриться плесть косы солдатское ли сие дело у солдат коммердинеров нет туалет солдатский должен быть таков что встал то готов в вопросах обучения и воспитания солдат главное внимание Потемкин обращается не на внешний лоск не на шагистику а на боевую как сейчас сказали подготовку использование солдат для любых хозяйственных нужд командиров воспрещается под угрозой разжалований в рядовые полностью меняется единая штатная система армии водятся бригады появляются такие части стрелковые специального назначения ягеря ну я не буду говорить о системе управления войсками нам сейчас это не очень понятно но для той поры это было очень важно еще важно при Потемкине получает невероятное развитие казачьей части казаки становятся важным элементом русской армии и кстати во многом это обеспечит потом будущие победы в войне 1812 года в 1787 году разразилась очередная не первая не последняя русско-турецкая война на этот раз Потемкин командует всеми вооруженными силами юга России как потом генерал Деникин правда гораздо успешнее он заботится о снабжении он обеспечивает коммуникации он отвечает за действия флота он ведет дипломатические переговоры в общем где Потемкин на самом деле там победа Потемкин основывает город Николаев в честь покровителя мореплавателя Николая Чудотворца он берет крепость Гаджибей будущую Одессу и превращает ее в процветающий город ведет в самую победоносную русско-турецкую войну начиная с 79 года под непосредственным руководством по инициативе в режиме буквально ручного управления со стороны Потемкина строится знаменитый Черноморский флот вообще построить Черноморский флот на юге России где нет леса это немыслимое дело тут недостаточно приказать и дать денег тут надо все оторганизовать найти специалистов найти лес построить верфи фактически с нуля создать целую отрасль Потемкин делает это с невероятным успехом в кратчайший срок второй потемкинский выдвижение с адмирал Ушаков один из лучших флотоводцев в истории России построенный буквально за несколько лет флот подчиняется лично Потемкину и Потемкин даже получает от императрицы право иметь свой личный флотский флаг строительство этого флота выводит Россию на уровень сверхдержавы 18 века Потемкин не просто присоединяет к России Крым как мы сейчас думаем нет он присоединяет к России все южные земли тогдашнего крымского ханства и немного соседние а это Приднестровье если бы не было смерти Потемкина вся Молдавия это южная часть Украины Херсонская область Николаевская область это территория которую назовут Новороссией это непосредственно Крымский полуостров это непосредственно Кубань современный Краснодарский край всеми этими территориями Россия обязана Потемкину Потемкин лелеет грандиозный замысел он убеждает императрицу возможности греческого проекта возможности освободить Константинополь создать империю на двух ногах Петербург и Константинополь по сути Россия как Третий Рим поглотит в себя и Рим Второй и станет величайшей державой всех времен и народов я читал у Акунина описание этого периода здесь в нем больше говорит не историк а диссидентствующий политик он так и при присоединении Крыма психицей а вот по поводу планов Потемкина на Константинополь называют это просто откровенно абсолютным политическим безумием это не так в том контексте в той политической обстановке это было абсолютно реально с учетом французской революции которая сильно отвлекла европейские державы от состояния дел вокруг России и на Балканах у России были на тот момент все шансы продвинуться от Молдавии южнее освободить территории южных славян не зря ведь Екатерина назовет одного внука Александром предрекая ему править в честь Александра Македонского Петербургом а второй Константином предполагает что он будет править Константинополем я уверен останется жив Потемкин и останется жива Екатерина эти планы воплотились бы в жизни и опять же это в тот момент совершенно не было безумием Потемкин присоединяет все эти земли практически без войны да он воюет с Турцией но нет никакого сопротивления на этих территориях более того присоединение Крыма потом акцептуется всеми европейскими державами и Турцией в том числе это дипломатический дар Потемкин Потемкин организует невероятное благоустройство присоединенных территорий заброшенные земли распахиваются переселяется огромное количество крестьян только в Крым с территории России переехало задумайтесь над цифрой 800 тысяч человек сейчас все население Крыма доломлено при Потемкине 800 тысяч русских татар из центральных областей немцев евреев со всем своим хозяйством с телегами с орудиями производства получали участки подсельское хозяйство получали торговые возможности получали работу государственные заказы и осваивали эти земли Крыма и южных степей Украины количество городов основанных и построенных Потемкиным не поддается учету ну возьмите тот же Севастополь и на протяжении уже долгого времени почему-то не могут поставить памятник Потемкину кстати вот не зря я об этом вспомнил надо будет этим заняться в ближайшее время Севастополь место выбрано Суворовым именно он будучи сухопутным полководцем увидел эту фантастическую бухту он рассказал о ней Потемкину Потемкин приехал моментально оценив уникальность этого места защищенность его для военного флота принимает решение строительства здесь военно-морской базы и города мы всем обязаны Потемкину помимо Севастополя Николаева это Херсон это современный Днепропетровск то есть простите Днепр теперь и многие-многие другие города и населенные пункты в 1787 году императрица решает сама убедиться в том как благоустраиваются земли присоединенные Потемкину и предпринимает свое знаменитое путешествие в Крым она остается под огромным впечатлением от увиденного ее поражает крепость в Херсоне но самое невероятное впечатление на нее производит демонстрация Потемкиным построенного черноморского флота ну сделан это как великий пиарщик конечно фантастически банкет во дворце плотно закрытые шторы в определенный момент заходит императрица поднимается тост за ее здравие шторы распахиваются и она и послы иностранные которые ее сопровождали она ехала с огромной делегацией и русских и иностранцев и все они выйдет выстроены на рейде громадный полностью оснащенный черноморский флот созданный с нуля высочайшим указом после этого посещения Потемкину жалуется титул князя таврического и теперь он светлейший князь Потемкин таврический но удивительное дело по-прежнему периодически на него накатывают приступы какой-то всепоглощающей хандры в своем любимом халате он мог целыми неделями валяться на диване он отказывается от любой еды поглощает лишь свои любимые кислые щи закусывая репкой Потемкин просто не знает чем ему заняться добро на поход на Константинополь не получено королевству маловат заняться нечем в последние годы своей жизни Потемкин переместился в Ясы и стал фактически помимо всего прочего еще и правителем Молдавии которая была на тот момент занята русскими войсками он расцветит сил ему 50 лет он создал в Молдавии целый княжеский двор туда приезжают художники Потемкин меценат поддерживает развивает молдавскую культуру его очень любит местное население оно поддерживает русскую армию Потемкин создает из молдавских добровольцев целую дивизию 10 тысяч человек которые сформированы в отдельный корпус он создает отделение русской православной церкви в Молдавии он задумывается о приглашении Моцарта на русскую службу и собирается даровать ему потомственное дворянство но что-то там не сложилось не успел он вводит на территории Молдавии очень выгодный очень льготный налоговый режим и для крестьян и для торговцев и поэтому жители буквально тысячами бегут на русскую территорию и со стороны Турции и особенно со стороны Австрии переселяясь семьями сюда потому что жить в России не только удобно безопасно жить в России еще и очень выгодно в конце 80-х годов Потемкин в зените своего могущества при всем таком внешнем конечно павлинстве Потемкин остается человеком думающим мыслящим он живо интересуется последними тенденциями в научной богословской мысли по-прежнему обожает встречи с учеными и мыслителями отдельного разговора заслуживают отношения Потемкина с Александром Суворовым Потемкин чрезвычайно оценил Суворова за военный талант и полностью разделял его внимательные отношения к русским солдатам Суворов был почти на 10 лет старше ну а Потемкин конечно многократным был старше его по должностям и по статусу их отношения были такими трогательно-дружескими и они даже друг друга постоянно подкалывали как бы сейчас говорили ну например известно что Суворов был очень набожным человеком и очень строго постился всегда и вот когда во время обедов Суворов там постоянно говорил я мясо не ем я того не ем я молока не пью только рыбки чуть-чуть Потемкин говорил а граф Суворов хочет въехать в рай верхом на осетре последние годы их отношения немного испортились но не из-за того что они чем-то друг друга не возлюбили у Екатерины появился новый фаворит это был ее последний самый неудачный из всех ее фаворитов молодой офицер Платон Зубов он был единственным кто не был рекомендован Потемкиным человек крайне низких человеческих качеств невысокого ума надменный хвостун красавец при всем при этом Екатерина испытывала к нему какую-то трогательную прямо материнскую слабость надо понимать что Екатерине в этом время сильно за 60 Платону Зубову слегка за 20 он ей в общем-то не то чтобы в дети а во внуки годится влияние его было на императрицу невероятное и вот Потемкин пожалуй был единственным человеком который продолжал иметь на императрицу влияние больше чем Зубов однако поскольку Потемкин находится далеко а Зубов все время рядом с императрицей Зубов получает все больше и больше новых должностей атрибутов власти Потемкин его страшно ревновал незадолго до своей смерти Потемкин даже приехал специально в Петербург пользуясь своим правом входить в покой императрицы без доклада правом этим откровенно злоупотреблял показывая Зубову его место Потемкин всем говорит что не уедет из Петербурга пока не вылечит больной зуб все эти разговоры естественно доходят до Зубова Зубов скребещет зубами простите сделать ничего не может Зубовы обаяли каким-то образом Суворова который выдал свою дочь за одного из членов семьи Зубовых и всячески подговаривали его против Потемкина и вот на какой-то период неискушенных придворных интриг Суворов как говорится повелся о чем впоследствии сильно жалел и уже после смерти Потемкина писал в одном из писем я хожу на могилу светлейшего и плачу в конце концов Потемкин возвращается из Петербурга обратно в свою штаб-квартиру в Яссе и по дороге ему становится плохо он заболевает чем он заболевает непонятно говорили о том что это какой-то странный рецидив какой-то болотной горячки которую он где-то подцепил на войне в молодости говорили о том что его отравили в Петербурге Зубовы но это был очень странный яд который постепенно разрушал организм в течение нескольких месяцев он все время болеет едет в Яссе его смотрят лучшие доктора никто не может ему помочь болезнь очень странная то накатывается на него волнами то отпускает Потемкин чувствует себя настолько плохо что вызывая священника причащается потом ему опять становится легче в конце концов он говорит я поеду в Николаев незадолго перед этим когда он еще чувствовал себя немного получше он поехал на похороны своего друга тоже внезапно умершего от какой-то болезни он очень расстроен и долгое время стоял на отпевании в церкви молился потом вышел такой рассеянный сел на бричку приказал ехать он перепутал он сел на ту бричку на которую должны были поместить гроб покойного Потемкин был страшно суеверен несмотря на все свои особые интеллектуальные способности но это часто так бывает у образованных людей и он сказал это все я скоро умру по пути в Николаев ему становится совсем худо он просит вынуть его из кареты попросил положить его на землю там как-то спешно расстелили какой-то ковер какое-то одеяло он лег на землю закрыл глаза и умер самый могущественный и влиятельный человек после императрицы умер как простой солдат лежа на земле его похоронили в Херсоне в церкви тело сначала забальзамировали потом по приказу Павла Первого предали земле могилу его много раз расхищали золотые пуговицы своего мундира украли залезли ордена забрали тем не менее останки потемки как и сейчас находятся в Херсоне можно перейти поклониться Екатерина Вторая узнав о его смерти рыдала рыдала ночи напролет окружающие боялись что ее схватит удар она говорила что потеряла лучшего из своих сподвижников и друзей в письме она писала у него был светлый ум смелая душа и смелое сердце мы всегда понимали друг друга не обращали внимание на толки тех кто меньше нас смыслил сердце потемкина вынутое из тела помещено в золотую урну по настоянию родственников погребли все-таки на родине в оселении Чижого около Смоленска но к сожалению церковь где захоронили эту золотую урну не сохранилась место утратилось вокруг потемкина есть множество мифов один из них это потемкинские деревни я не буду его долго разбирать это конечно абсолютнейшее вранье и полный вымысел потемкин конечно был мастером шоу и спецэффектов да куда бы Екатерина не ехала улицы подметались дома украшались фасады красились и даже следили за тем чтобы ценники в магазинах были пониже чтобы она не расстраивалась везде давались балы все украшалось цветами но никаких картонных домов и гусей которых перевозились место на место не было потемкину не повезло с последующей славой когда к власти пришел долго ждавший власти обиженный несправедливым к себе отношением на протяжении многих десятилетий Павел I конечно он вымещал свою злобу на памяти о фаворитах императрицы среди тех кому он был особенно неблагосклонен был и потемкин в 19 веке когда историю государства российского писали выдающиеся авторы такие как Ключевский Соловьев да и многие другие конечно в моде была такая тяга к народности к тем полководцам которые были не в золоте и в позументах не в фаворе у императрицы а к тем которые были близки к солдатам поэтому главным полководцем Екатерины историческая наука назначила Суворова а потемкин был просто забыт и отодвинут это несправедливо Суворова бы никогда не было без поддержки покровительства не просто без крыши а без деятельного соучастия и соработничества Потемкина Потемкин и Суворов это две стороны одной медали без администрирования поддержки протекции и хозяйственного обеспечения со стороны Потемкина и самого кстати талантливого полководства ни Суворов ни Ушаков бы не состоялись в заключение расскажу вам одну историю которая малоизвестна которая тоже очень жаль что не случилось когда Потемкин думал кого переселять в Крым и разрабатывал целую систему льгот и преференций для всех кто будет в Крым приезжать возникла гениальная идея переселить Крым англичан дело в том что в этот момент в Америке закончилась война за независимость закончилась для британской империи плачевно Соединенные Штаты обрели конституцию и суверенитет огромное количество английских солдат вернулось на родину занять их было нечем в Англии никогда не было большой сухопутной армии и она ее стремилась не содержать будучи распущенными эти солдаты занялись они мелким воровством и бандитизмом поэтому преступность на территории старой доброй Англии достигла каких-то совершенно немыслимых размеров и вот не зная куда избавиться от этого огромного количества хорошо владеющих оружием безработных не имеющих средств существования молодых людей англичане думали куда бы их всех деть вот куда деть этих мужчин а их десятки тысяч и тогда-то у Потемкина возникла идея пригласить их всех в Крым и на эту тему даже началась соответствующая дипломатическая переписка но опять же болезнью и смертью Потемкина что-то не сложилось и поэтому англичане в Крым не поехали а поехали как они вы знаете куда в Австралию Австралия стала страной говорящей по-английски а так в Крыму тоже вполне мог бы быть английский язык была бы там прекрасная англоязычная российская земля мы помним Потемкина еще и по конечно замечательному фильму Эйзенштейна о броненосце Потемкине мы помним Потемкина по школьной программе но мы должны знать что Потемкин это действительно был человек наверное несмотря на такой негативный пост пиар как бы сейчас сказали это был все-таки человек счастливой судьбы он всего добился не только волей случая но и волей своего невероятного таланта своей редкой энергии и Потемкин своим случаем удачно распорядился Потемкин сделал счастливой свою страну он навсегда золотыми буквами вписал себя в русскую историю и наверное все-таки в ближайшее время мы сделаем памятник Потемкину в Севастополе вот он уж точно этого достойно у самой Екатерины он был совершенно мужской и она сама себе признавалась что она думает зачастую как мужчина это проявлялось во многих ее личных привычках ну например в Германии где она выросла скакать на лошади девочки считалось неприличным ездили степенно боком примерно и так же было в России но когда Екатерина приехала в Россию она специально выучилась ездить верхом по-мужски Елизавета это не одобряла поэтому она заказала себе специальное седло такое двойного назначения выезжала от дворца садясь на лошадь боком потом перекидывала ногу пересаживалась и дальше скакала уже по-человечески как делают профессиональные наездницы она даже впоследствии разработала специальное платье женское которое было бы удобно комфортно и прилично для верховой езды по-мужски говоря о мундирном платье вообще-то очень интересная история Екатерина завоевала огромные симпатии среди гвардейцев введя моду она и сама его часто одевала и своих статс дам к этому приучала введя моду на особое военизированное мундирное платье которое они одевали по военным праздникам в честь побед либо когда посещали войска это были особого покроя женские платья в цветах парадной формы гвардейцев того времени ну представьте себе что сейчас бы дамы появлялись в воинских частях в женских платьях но ровно той же колористике и самое главное того же стиля что и парадная форма современных военных это очень стилы конечно гвардейцы Екатерина выглядела в этом платье замечательно вот кстати в том же доме Васильчикова можно посмотреть на образец подобного мундирного платья это уникальная совершенно вещь можно понять какие формы были у Екатерины там примерно в возрасте 50 лет она очень гордилась целым рядом привычек которые были как бы свойственны мужчинам ну например Екатерина пила кофе пила его много но вообще кофе это был мужской напиток в английские кофейни того времени женщин просто не пускали Екатерина пила кофе и пила очень-очень крепки без сахара без сладости далее Екатерина не курила не курила в отличие от Екатерины первой например которая чадила страшно и возможно что и было одной из причин ее ранней смерти но Екатерина нюхала табак это тоже мужская привычка повсюду были у нее табакерки во всех комнатах вот она отнюхала этот табак обращаю ваше внимание на следующее табак она брала всегда только левой рукой почему потому что правую руку императрица давала для поцелуя и она не хотела бы чтобы ее рука пахла табаком представляете то есть в 1762 году во время переворота который привел к власти когда орловы сказали матушка вопрос ближайшего часа надо срочно поднимать полки она об этом пишет отдельно в своих мемуарах обращая на это внимание так может написать только женщина она выехала верхом даже не делая туалета то есть специально под это дело не переодеваясь вернемся теперь к отношениям Екатерины с последующими фаворитами первым фаворитом после Потемкина становится Петр Заводовский ему 37 лет Екатерине 47 как и Потемкин он младше императрицы на 10 лет но она прекрасно выглядела гораздо моложе своего возраста поэтому это не бросалось в глаза Заводовский малорос родился в киевской губернии офицер служил при Румянцеве проявил себя во время русско-турецкой войны проявил себя как дипломат участвовал в подготовке к Уйчук Каенаджирского договора и кстати был представлен изначально императрицей именно как человек который докладывал о состоянии дел в Малороссии пробыл он в должности фаворита около двух лет изгубило его участие в интригах Потемкин не потерпел никаких интриг и Заводовский был смещен ради справедливости он оказался весьмодельным человеком это единственный из постпотемкинских фаворитов которому Екатерина потом разрешила вернуться в Петербург и вернуться на службу и он занимал видные посты и при Екатерине и особенно в постекатерининскую эпоху став обращаю ваше внимание друзья первым в России министром народного просвещения министерство просвещения созданное Александром внуками Екатерины оно объединяло функции и Минпроса и Минобра и Минкультуры и Министерство связи и массовых коммуникаций было такое сверхминистерство к его видению были отведены все типографии частные и казенные издания всех журналов периодических изданий библиотеки музеи собирания редкости школы всех типов министерство руководило составлением уставов для императорских университетов и всех типов учебных заведений ведало назначением перемещением профессорско-преподательского состава снабжением книгами учебными пособиями и прочее прочее в Вене министерство отходила императорская академия наук с определенного момента все учебные заведения вообще всех типов кроме военных и церковных именно при заводовском появились массовые народные школы в уездах уездные училища в губернии гимназии при нем были основаны казанский харьковский виленский и дербский университеты и открыт петербургский педагогический институт ставший впоследствии Санкт-Петербургским университетом портрет заводовского в том числе и первого министра культуры можно сейчас увидеть в министерстве культуры среди портретов всех других руководителей нашего культурного ведомства я в свое время распорядился найти по мере сил их изображения и начиная с заводовского и заканчивая последним министром культуры Александром Абдеевым в зале коллегии и в переговорных кабинетах министерства эти портреты повесить мне кажется что это в какой-то степени отдает долг их памяти в следующем после заводовского вахту принял серп натуральный серп Семен Зорич но серп на русской службы поэтому можно сказать что русский серп он хотя родился в сервии но говорил только по-русски потому что в раннем детстве попал в Россию в созданную в Новороссии так называемую Славяно-Сербию это военно-поселенческий проект аналогично новой Сербии о котором я вам рассказывал в предыдущих лекциях храбрый солдат храбро воевал попал в плен потом после плена вернулся классический такой гусар со вспыльчивым характером но опять умудрился поругаться с Потемкиным что-то ему там каких-то дерзости наговорил был смещен с полагающимися отступными выслан из Петербурга кстати последующая жизнь Зорича тоже весьма характерна он был страстным картежником и это даже нашло отражение у Пушкина почитайте в пиковой даме его пристрастие к картам отмечала императрица кстати сказать за ней тоже такой грешок водился она очень любила играть в карты но Екатерина поразительная женщина она играла в карты всегда на деньги всегда на очень мизерные ставки и очень любила проигрывать вот большая редкость а Зорич после отставки конечно со своей картежной игрой запутался в долгах в конец разорился уехал на территорию современной Белоруссии в город Шклов и он сделал одно доброе дело он основал там на свои видимо последние средства Шкловское училище которое впоследствии стало основой первого московского кадетского корпуса существующего и по сей день так что можно сказать что Зорич стоял у истоков кадетского образования следующим фаворитом стал некто Иван Римский-Корсаков уже существенно моложе Екатерины на 25 лет тоже из числа потемкинских адъютантов потемкин вообще подбирал еще и своих земляков из смоленской губернии этот тоже откуда-то из-под Смоленска попался ему на глаза вежливый красивый серьезными способностями не обладал очень хотел выглядеть культурным потому что требования такие предъявлялись есть анекдот про то как Римский-Корсаков попав в фавор решил создать себе солидную библиотеку и отправил книготорговцам за оптовой закупкой своего управляющего для формирования библиотеки когда управляющий спросил ваше превосходительство какие книги изволите он сказал у меня так значит библиотека большая у него по площади вот чтобы на полках внизу должны быть книги побольше а на полках наверху такие поменьше вот исходя из этого тех задания библиотека была сформирована хотя с точки зрения эргономики наверное это разумно внизу должны быть потяжелее наверху если залезать по лестнице полегче случай Римского-Корсакова пролился недолго императрица застала его в объятиях своей подруге и вот с этого момента кстати и началось Екатерина старела в ней все больше проявлялось стремление догнать уходящую молодость а ее молодые юные фавориты изменяли ей с молодыми девушками после чего получали естественно расчет после Римского-Корсакова был еще один хороший парень вот он ее кстати не изменял Александр Ланской совсем молоденький 22 года на 29 лет моложе Екатерины Екатерина относилась к нему как к сыну она его воспитывала она его учила его тоже подобрал Потемкин тоже офицер тоже из Смоленской губернии вот он под руководством Потемкина Екатерины стал проявлять интерес к наукам по настоянию императрица изучал философию иностранные языки кстати сказать отказывался от чинов наград и орденов большая редкость по тем временам и не участвовал ни в каких интригах всем нравился ну одна проблема не отличался крепким здоровьем плюс ко всему каким-то образом Ланской экспериментировал с алкогольными коктейлями то есть не пил как полагается чистое вино а Кит им мешал коктейля вот у него была такая странная страсть еще не было коктейля в этих жутких банках я не знаю сейчас по-моему вроде как запретили если не запретили то зря давно еще в Госдуме хотели это сделать но вот он домешался с этими коктейлями подорвал себе иммунитет сильно простудился заболел сгорел буквально умер их отношения с Екатериной длились 4 года это был долгий роман Екатерина была безутешна впала в страшную депрессию долго и искренне о нем горевала впоследствии еще несколько фамилий упоминается мимолетом в списке екатеринских фаворитов я не буду о них долго рассказывать это и Мордвинов в будущем очень известный государственный деятель очень талантливый человек и у Екатерины видимо был все-таки нюх на потенциально умных молодых людей не всегда правда Мордвинова потом декабристы хотели сделать министром в случае успеха своего переворота это был большой либерал и большая умница еще не земляк и дальний родственник и адъютант Потемкина тоже поймали его с Фрейлиной Екатериной дали ему после этого отставку но кстати сказать Екатерина относилась к этому весьма снисходительно она понимала что она уже не такова как была в 30-40 она прощала своих молодых любовников она прощала им измена но да она давала им отставки просила их уехать в Москву никого не наказывала это не Петр Первый помните что он сделал с любовником своей бывшей отставленной супруги потом был еще некто Миклашевский и по слухам может быть может быть хотя не доказано тот самый герой войны 1812 года Михаил Милорадович убитый декабристами на Сенатской площади все они были довольно одинаковы молоды приятны в разной степени перспективны Екатерина конечно страдала от одиночества нормальной семьи у нее не было она пыталась убежать от старости она понимала условность отношений я честно я не уверен в последние годы жизни там был какой-то интим с любовниками скорее всего это были такие просто патерналистские отношения несколько слов о последнем фаворите Платоне Зубове поскольку вот если Григорий Орлов самый знаменитый один из первых фаворитов императрицы Екатерины то Платон Зубов самый знаменитый последний фаворит императрицы уже последние семь лет перед ее кончиной братьев Зубову было четверо Николай, Дмитрий, Платон и Валериан ну и так же у них там было несколько сестер Платон стал близок императрице уже на закате когда ей было 59 лет мы довольно подробно говорили о нем когда я рассказывал о фаворитах императрице несколько штрихов поразительно самовлюбленный заносчивый павлин как никто из ее предыдущих фаворитов во многих мемуарах написано как часов в одиннадцать утра Платон Зубов устраивал торжественный выход то есть он любил когда у его покоев в зимнем дворце все соберутся просители от генералов до длиннобородых купцов священники татары в общем все просители и все они ждут выйдет ли Зубов и рассмотрит ли какую-либо из их просьб вот он часами прихорашивался наряжался и в одиннадцать-двенадцать выходил все бросались к его ногам он мог взять пару записок сказать я вам помогу я ваши просьбы рассмотрю замолвлю словечко перед матушкой императрицей а мог и не взять а мог и вообще не выйти так его и ждали несмотря на то что красивый Катерина был вкусно молодых людей красивый высокий статный довольно мужественный и крепкий молодой человек небольшой храбрец никогда в боях ни в каких не участвовал смертельно боялся дуэли там один поляк вызвал его на дуэль поскольку считал Зубова одним из виновников очередного раздела Польши Зубов буквально по всей Европе от него бегал поляк за ним а он от него в Австрии Зубова вызвал дуэль родственник самого короля Людовика 16 ну там я не знаю какая там кошка между ними прибежала это неважно дуэль все-таки состоялась от родственника короля Зубов уклониться не смог и бегать не стал тогда дуэли не все заканчивали смертельным исходом это был в общем поединок чести в большей степени Зубов получил какую-то ничтожную царапину на этой дуэли этому дало потом повод месяцами ходить у него была рука на черной перевязи он страшно страдал и всем показывал что там чуть ли не инвалид жертвы этой дуэли ну в общем такой малосимпатичный персонаж братья его брат Николай ну то же самое служил в гвардии получал ускоренные чины по блату ничем не отличился особо известен история только тем что жена его дочь Суворова и при этом он умудрился со своим тестем Суворовым находиться в присквернейших отношениях потому что все время как-то намекал Александру Васильевичу что маленькое приданное ему дали только полторы тысячи душ это примерно 4-5 раз все состояние Александра Сергеевича Пушкина как-то мало ему приданного потом когда Екатерина была еще при смерти двуличный Николай Зубов первый бросился к Павлу поскакал к Гатчину чтобы выразить свою преданность еще живая Екатерина а он уже первый хочет сказать что я самый преданный ваш слуга простите бога ради всю жизнь вам тайно сочувствовал Павел его отправил сначала в опалу вместе с Платоном потом через какое-то время простил и вернул ко двору зря это кстати сделал потому что все братья Зубовы приняли активнейшее участие в перевороте против Павла все участвовали непосредственно в заговоре и в цареубийстве считается что кстати этот самый муж дочери нашего великого полководца Николай Зубов и нанес государю удар в голову массивной золотой табакеркой после чего уже окровавленный император Павел I и был задушен остальными участниками заговора после заговора все знали об участии в нем Зубова официально Павел I мы о нем еще отдельно много будем говорить погиб по-моему от ударок ну и тут же в свете стали говорить что удар был сердечный удар табакеркой в висок Зубова откровенно презирали за это и даже его жена дочь Суворова демонстративно развестись тогда нельзя очень сложно но она демонстративно уехала от него в Москву и спустя несколько лет Николай Зубов так тихо и скончался следующий брат Дмитрий тоже служил в гвардии тоже ничем из себя не проявил кроме того что занялся неудачным бизнесом какими-то винными откупами набрал долгов разорился со всеми судился тогда арбитраж тоже работал все суды проигрывал и если бы его старший брат Платон умерев не оставил ему миллионное состояние то возможно Дмитрий Зубов закончил бы жизнь где-нибудь в долговой тюрьме вот такие вот братцы были напыщенные бесталанные недружные кстати сказать одно пожалуй единственное исключение младший брат Валериан его записали в гвардию естественно после возвышения Платона как он стал в фаворе моментально произвели в какой-то высокий гвардейский чин совершенно не соответствующий его ни возрасту ни заслугам и Екатерина отправила его на войну по его собственному желанию 18-летним парнем отправила его воевать к Потемкину с личной записочкой обратить на него внимание как ни странно младший Зубов оказался весьма храбрым бесшабашным даже офицером в первых рядах он ворвется на стены Измаила он будет затем под начальством того же Суорова воевать в Польше подавлять польское восстание будет несколько раз ранен ему в Польше ампутируют ногу после ранения причем как вспоминают уже после ампутации придя в сознание когда его несли на носилках он еще там перешучивался с солдатами то есть вел себя весьма бодро в столице врачи изготовят ему искусственную ногу такой же движущийся протез который позволит ему не только ходить но даже ездить вверху и Зубов вернется на воинскую службу будет назначен Екатериной командующей персидской армией таким закавказским военным округом и будет вести очень успешные боевые действия против Персии фактически покорив большую часть современного Азербайджана Дагестана заняв город Баку и именно он по плану должен будет с юга с востока идти на Константинополь план этот не получится Екатерина скончается Павел отзовет Зубова и отменит персидский поход более того еще и конфискует у Зубова имение в счет каких-то там недостающих сумм якобы по этому походу но тем не менее Зубов вернется будет командовать вторым кадетским корпусом заниматься подготовкой будущих молодых офицеров и что характерно весьма по-потемкински обучение было платное если у воспитанников не будет средств на оплату обучения и на содержание себя на покупку формы то Зубов сам все-таки очень богатый был человек он из своего кармана будет оплачивать обучение всех молодых людей в этом кадетском корпусе потом после его смерти выяснилось что таких персональных стипендиатов у него наберется больше двухсот человек большую часть корпуса он просто держал за свой счет он развернет там активное строительство и вот сейчас в Петербурге помещение которое занимает военно-космическая академия имени Можайского это помещение того самого кадетского корпуса расстроенного под руководством Валериана Зубова когда Александр Первый придет к власти он именно Валериана Зубова включит в состав своего негласного комитета ближайшего и подаст государю довольно интересную записку общее обозрение торговли с Азией человек который провел довольно много времени на Кавказе и на Востоке он предложит соединить каналом реку Волгу и Дон чтобы обеспечить максимально экономически выгодный транзит товаров между Балтийским Каспийским Черными морями и далее через Средиземное море в Атлантику и в Америку представляете это идея Волгодонского канала реализованного уже в советские годы это идея Валериана Зубова в 1792 году он даже умудрится я чуть возвращаюсь назад он даже умудрится записаться добровольцем и повоевать какое-то время против революционной Франции в общем это был явно интересный молодой человек к сожалению в начале 19 века он сильно заболеет и умрет молодым а так бы я думаю проявил себя еще и в войну 1812 года на содержание Зубова императрица потратила больше всего средств вот этот человек который разбогател невероятно при Екатерине все ему Екатерина прощала к тому моменту уже не молодая совсем женщина ноября в конце 96 года когда императрица неожиданно скончалась Зубов почувствовал сказочке конец поэтому буквально упал к ногам приехавшего в Зимний дворец Павла Петровича тот был с ним поначалу ласков но вскоре последовала опала однако спустя несколько лет Павел вообще был крайне человеком непоследовательным Зубов опять вернулся ко двору вернулся и сразу же принял участие в заговоре против императора и даже стал непосредственным соучастником его убийства неблагодарный человек после воцарения Александра первого Зубов некоторое время даже оставался в близком круге общения я бы так сказал что был таким неумелым конъюнктурщиком Екатерина уже на закате жизни как известно всячески ратовала против ужасов французской революции по крайней мере делал это публично и Зубов при ней был жутким консерватором требовал покончить с якобинцами задавить всю эту заразу либеральную и прочее прочее однако когда на трон зашел Александр первый Зубов уловил этот либеральный тренд и как писали о нем тогда стал ходить с конституцией в кармане предлагая самые радикальные проекты конституционных реформ и освобождение крестьян я вообще не уверен был ли у Платона Зубова хоть какие-то политические убеждения просто пытался поймать тренд скажем честно такие люди известны ну вскоре он опять оказался в опале в войну 1812 года вернулся в Москву был при действующей армии даже участвовал в совете в филях и кстати голосовал за оставление Москвы обладал фантастическим состоянием был невероятно богат невероятно но при этом очень скупым человеком по легендам он любил спускаться в подвалы открыть сундуки и любоваться своими сокровищами поскольку лишь серебряные монеты по слухам он накопил за свою жизнь на астрономическую сумму в 20 миллионов рублей кстати сказать именно Зубов считается одним из прототипов созданного Пушкиным скупого рыцаря хотя Зубову было к этому моменту где-то около 50 выглядел он ужасно постаревший морщинистый он ничем не напоминал того красивого молодого человека которого когда-то встретила Екатерина ну и за год до смерти Зубов влюбился влюбился в бедную молодую девятнадцатилетнюю Польку она не стала его любовницей отказала ему хотя он предлагал какие-то несметные деньги ее семье ну и вот мать этой Полькина стояла только женитьба и вот он действительно женился беспреданница совершеннейшая бес в ребро ну если он и был счастлив с молодой женой то недолго потому что вскоре после свадьбы на 55-м году жизни скончался в общем бессмысленная бестолковая получилась у Платона Зубова жизнь подведем итоги я скажу что у фаворитов незавидная участь в глазах потомков они их всегда осуждают вообще при смене правителя происходит то что называется ротация элит смена ближнего круга и как правило шельмование людей отстраненных от власти а уж фавориты подаются этому шельмованию в первую очередь кто бы он ни был какие бы реальные заслуги у них не были перед государством всех их называют стяжателями денег и славы лукавыми фаворитами людьми беспринципными которые имитировали любовь и прочее прочее это не всегда справедливо еще раз скажу Екатерина относилась к ним совершенно искренне никаких параллельных романов ни с кем не было отношения со многими фаворитами длились очень долго ну Зубов 7 лет Григорий Орлов 12 лет с Потемкиным практически всю жизнь Ланской 4 года к минусам можно отнести пожалуй только то что в случае с Екатериной этот фаворитизм был очень затратным государственным институтом она не жалела на них денег потратила на фаворитов как посчитали историки астрономическую сумму в 92 миллиона рублей за все годы своего правления а это в общем больше годового дохода империи сумма огромная кроме этого я скажу еще то что фаворитизм отрицательно действовал на нравы того общества ну кстати и сейчас и во всех странах происходит то же самое когда люди видят что кого-то приближают в юном возрасте к власти не за какие-то особые заслуги а вот попал в случай по тем любимым обстоятельствам приглянулся правителю не в интимном смысле а просто понравился и вот он совершает эти гигантские карьерные скачки конечно представьте себе что могли думать боевые офицеры дворяне покрытые шрамами ранами прошедшие через самые жестокие военные компании что они могли думать про Тлатона Зубова как продавец лавки скобяных изделий увешан боевыми орденами собрал все возможные чины и награды ни разу не побывав на войне вообще ни в одном бою конечно это деморализация общества и вещь-то нехорошая но еще раз скажу так увы было и до Екатерины так увы было и после Екатерины и боюсь я что так будет всегда и во все времена когда у мужчины фавориты рядом с ним естественно я не об интимном смысле говорю близкие соратники приближенные то мужчине прощается многое говорят ну да это его команда единомышленников да он верен друзьям детства он не предает партнеров из прошлого не зазнается не гордится а когда такие же близкие люди у женщины мы понимаем тут наша мужская гордость говорит обратное ни тема не заработали славу чины поэтому тоже эта тема такая непростая по-человечески отношения Екатерины повторюсь с фаворитами были самыми теплыми и она искренне окружала каждого из них заботой и влиянием стараясь вступить в серьезные долгие отношения про всякие вот я еще расскажу переходные случаи там одноночные свидания про это много легенд и басен типа как у Шарля Масона но нет совершенно никаких доказательств ну если мы говорим с вами о том что Екатерина гений пиара то случай с ее фаворитами она стала жертвой черного пиара поскольку раздули эту тему невероятно я бы отметил здесь еще один момент Екатерина не была мстительной ни разу ни в каком смысле ни один из потерявших фавор любовников Екатерины даже тех кто ее изменял никогда не подвергался опале каждый получал отступные каждый имел возможность устроить свою жизнь самостоятельно и свободно в реалиях 18 века в реалиях абсолютной монархии личные пристрастия это важнейший фактор политики но этот фактор политику Екатерины не занимала историки вообще слишком много интересовались на мой взгляд тем чем занимался Екатерина по ночам в то время как гораздо важнее для истории то что она делала днем Екатерина для нас в первую очередь конечно государственный деятель да у нее были человеческие слабости да с возрастом эти слабости становились все более заметными да она была увлекающимся человеком ну конечно никогда не было никакой шальной императрицы до следующей встречи спасибо